Когда Юэйян сделал шаг вперед, эти песчаные насыпи выстрелили острыми песчаными сверлами или бурами разных размеров. Они были похожи на древесные шипы Юэйбин, но гораздо больше. Когда Юэйян увидел, что невозможно двигаться по земле, он решил полететь. После достижения врожденной области, хотя никто и не мог летать в небе в течение длительного периода, как птички, можно было бы летать в течение короткого периода времени. Юэйяну, ненормальному парню из другого мира, летать было так же просто, как есть. Хуанша был в ярости. Он размахивал палками из бессмертного пустынного тополя в руки. Длинные сверла яростно атаковали Юэйяна, раняя его тело. Сильный порыв ветра заставил плясать песочные сверла, даже резкие клинки песка неуклонно атаковали Юэйяна. Это бесполезно. Юэйян решил больше не уклоняться и вызвал свой гримуар. Он хотел вызвать свой гримуар, чтобы получить некоторый боевой опыт и повысить уровень. Этот гримуар по-прежнему считался золотым. Юэйян считал, что если он не поднимет его до платинового уровня после того, как он победит божественный дворец императора тюрьмы, все это приключение будет пустой тратой опыта. Сильный враг не появлялся из ниоткуда, по его желанию. Собираемся ли мы поиграть со зверями? Хуанша тоже начал призыв. Юэйяна удивила, что у Хуанша фактически не было призывного гримуара. Хуанша, достигший 8го уровня врожденной области, обладал мощной силой и бессмертным телом, но в самом деле не был владельцем гримуара. Если бы он сказал это другим людям, они, вероятно, не поверили бы ему. Но так и было. У Хуанша не было гримуара, не было зверя-хранителя, и он мог вызвать только трех зверей. Однако все три зверя в его распоряжении были чрезвычайно сильными. У него был гигантский зверь-загрязнитель платинового ранга 8го уровня, радиационный меха-зверь платинового ранга 8го уровня и демонический песчаный червь платинового ранга 10го уровня. Однако ни один из трех зверей не был священным зверем. Они были только лишь высокого уровня. Они были мощными, но их интеллект был ограничен лишь боевыми возможностями. Это был второй раз, когда Юэйя наказался в растерянности. Хуанша был врожденным 8го уровня, но как же он достиг такого высокого уровня без помощи священного зверя? Если бы он был человеческим воином, это было бы просто невозможно. Может быть, в небесной области был какой-то секретный метод, позволяющий воинам достигать врожденной области, не заключая контракт с гримуаром? Или, может быть, люди в небесной области все были врожденными? Девочка Целинь даже сказала как-то, что король демонов был так же силен, как обычные наемники в небесной области. Тем не менее, Юэйян считал, что девочка Целинь ошиблась в оценке. Наемники, которых она видела, должно быть были необычными, кроме того, наемник наемнику рознь. Среди них были и сильные, и слабые. Среди человеческих воинов самыми сильными были бы главные наемники, которые обычно были бы старейшинами 6го уровня. Они обычно доминировали в одной области и становились наемниками-мастерами города, возглавляя тысячи людей. Конечно, человеческие наемники среднего уровня, как правило, были бы храбрецами 2го уровня. Вокруг было очень мало героев, и едва ли можно было увидеть наемников 4 или 5 уровня. В конце концов, те, кто становился достаточно сильным, отправлялись служить своей стране. Вероятно, в Небесной области было много сильных экспертов, но, глядя на силу Мин-Жиха и двух великих мастеров, Юэйян считал, что ситуация в Небесной области, вероятно, не была бы настолько абсурдной, как описывала девушка Целинь. Но он, вероятно, должен пойти в Небесную область сам, чтобы сначала взглянуть на ситуацию. Звери Хуанша, которые уже достигли платинового ранга 8го уровня и даже 10го уровня, не представляли угрозы для Юэйяна. Он даже подумал, что они слабы. Раньше, когда он сражался с Мацы Сюйлином, тот обладал королем Черного Света, зверем золотого ранга 9го зверя, хотя он был только врожденным 5го уровня. Что касается императора Дживы Шунтиня, он был еще более страшен, так как его зверь-хранитель был на самом деле золотым императором бриллиантового ранга 9го уровня. Прямо сейчас, тот факт, что этот воин Небесной области Хуанша обладал тремя платиновыми зверями, определенно не удивлял Юэйяна, он был даже слегка разочарован. Похоже, без гримуара, даже у воинов Небесной области были бы звери только этого уровня в лучшем случае. После золотого императора бриллиантового ранга 9го уровня, Юэйян действительно не мог принимать этого гигантского зверя-загрязнителя платинового ранга 8го уровня всерьез. Гигантский зверь-загрязнитель был немного похож на маленьких монстров, с которыми обычно боролся ультрамын. Он был огромным, более 50 метров в высоту. Его тело зеленого цвета было чрезвычайно огромным, и на его голове торчал уродливый длинный трубчатый нос, периодически издавая выдохи с ароматом вонючей жидкости. Юэйян только взглянул на него один раз и полностью проигнорировал его. Он понимал, почему Хуанша хотел заключить контракт и призвать такого бесполезного и уродливого гигантского зверя-загрязнителя. Полезная способность этого зверя заключалась в том, что он мог поглощать воду. Гигантский зверь-загрязнитель был бы бесполезен для других людей, потому что у него была медленная скорость, низкий интеллект и его атака могла быть использована только один раз. Он был фактически бесполезен, однако для Хуанша этот зверь был эквивалентен водяному насосу. Для Хуанша, который был чрезвычайно слаб против воды, гигантский зверь-загрязнитель был превосходным вариантом, и его нельзя было заменить чем-либо еще. С точки зрения Юэяна, среди трех зверей противника, самым сильным был не платиновый демонический песчаный червь 10го уровня, а этот радиационный мехозверь. Это мехозверь не был тем зверем-марионеткой, который обычно делал Юэгун. Радиационный мехозверь был живым. Строго говоря, этот парень был таким же, как Оптимус Прайм и Мегатрон из фильмов. Все они были жизненными формами из кремния. Думая об этих жизненных формах, Юэян внезапно подумал, что желание Юэгуна дать марионеткам жизнь, интеллект, чувство, душу и личность действительно можно было реализовать. Конечно, металлическая форма жизни, что была перед Юэяном прямо сейчас, мехозверь не обладал высоким интеллектом. Он ничем не отличался от животного, он мог даже обладать более низким интеллектом, чем они. Он мог бы изменить форму своего тела, но он не мог превратиться в автомобиль и не мог говорить. По приказу Хуанша, он превратился в гигантского мехозверя, напоминающего льва, что выглядел очень некрасиво, но смог образовать острые зубы и когти. Глядя на это, Юэян был слегка потрясен. Золотой зверь на его запястье, которого другие звали Тунтянь-зверем, мог ли он на самом деле быть формой жизни, основанной на кремнии? Мог ли он быть даже металлической формой жизни с интеллектом, чувствами и душой? Он не смог бы получить информацию об этом прямо сейчас, но Юэян считал, что если он продолжает упорно трудиться, он определенно сможет выполнить желание Юэгуна. Парень, чего ты так испугался? Видя, что Юэян стоит на месте и молчит, Хуанша даже подумал, что его зверь испугал врага. Бум-бум-бум-бум. Мехозверь, превратившийся во льва, медленно зашагал к Юэяну. Когда он шел по земле, вода под его ногами быстро становилась черной, загрязненной радиацией. Демонический песчаный червь также избегал радиоизлучения мехозверя, скрываясь под землей. Однако гигантский зверь-загрязнитель, похоже, совсем не возражал. Вместо этого он с удовольствием поглотил воду, которая была загрязнена мехозверем своим трубчатым носом. Кажется, этот зверь-загрязнитель только усиливался от загрязненной воды, что он поглощал. Когда мехозверь приблизился к Юэяну, тот почувствовал какое-то жгучее ощущение на его коже. Оказывается, что сильное излучение зверя может проникать даже через слойцы, защищающие все тело Юэяна, повреждая его кожу. К счастью, Юэян имел представление о том, как противостоять этому виду радиации. В противном случае у него действительно возникла бы проблема. Хрустальная броня начала появляться на руках Юэяна, защищая и покрывая все его тело. Это была особенность болезненной красавицы. После обучения со своей женой и тренировки телесного слияния Юэяну удалось узнать этот ход. Золотой зверь на запястье Юэяна отделился от его тела и вернулся в свое изначальное тело, маленького крылатого зверя-дракона. Хотя его тело было маленьким, он был довольно отчаянным. Он сразу же направился к гигантскому мехозверю, обнажая зубы и когти. Излишне говорить, что этот жадный маленький парень был бы не прочь заполучить ядро мехозверя. Когда Юэян увидел это, он помахал зверю руку. Хорошо он твой, не разрушай его слишком сильно, я хочу сохранить его тело и исследовать его позже. Когда золотой зверь услышал это, оно немедленно полетел к мехозверю. Размер тела, вес, сила, способность к радиации и все такое. Золотому зверю все это ни о чем не говорило. Помимо своего мастера Юэяна, он не боялся ничего другого. У золотого зверя не было предубеждений против энергетических кристаллов. Не важно, была ли это форма жизни или машина, если у нее был магический кристалл или ядро, он любил их всех. Забудьте о мехозвере платинового ранга 8го уровня. Он даже хотел съесть золотого императора бриллиантового ранга. Жаль, что в то время он еще не был достаточно силен, чтобы съесть такое сильное священного зверя. Что за шутка? Хуанша не узнал маленького золотого зверя как тунтянь зверя. Он даже подумал, что эта маленькая штука была ни на что негодным зверем. Юэян был озадачен. Может ли быть, что в небесной области не было тунтянь зверя? Разве этот маленький золотой зверь существует только на нижних уровнях башни тунтянь? Или, может быть, это было уникальное существо? Мехозверь направил свои когти к маленькому золотому зверю, от которых он легко увернулся, продолжая лететь вперед. Мехозверь открыл рот и съел его целиком. Ха-ха-ха. Хуанша уверенно засмеялся. Он чувствовал, что конкурируя в аспекте зверей, этот человеческий воин никогда не сравнится с ним. Он был практически маленьким мальчиком, который дрался со взрослым. Они были на совершенно разных уровнях. Осталось не так много времени. Давайте посмотрим, смогу ли я закончить эту битву быстро. Юэян почувствовал, что он достаточно проанализировал своего врага и начал сражаться уже по-крупному. Второй зверь, которого он призвал, был духом огня и дыма. Прямо сейчас дух огня и дыма был золотого ранга 5го уровня. Однако она, которая поглощала ядро штормового короля, почти эволюционировала. Пламя на ее теле пылало ярко и свирепо. Что касается приказа Юэяна, она была немного смущена. Она была не такой умной, как кровавая королева, и не была такой же послушной, как тень дикой коровы, которая всегда выполняла приказы своего хозяина без вопросов. Она немного нерешительно взглянула на гигантского зверя-загрязнителя и обратила свой взор на демонического песчаного червя. Когда Юэян указал на гигантского зверя-загрязнителя и приказал ей напасть на него, она предпочла отклонить его приказ. Вместо этого он полетела в небо и направилась в сторону червя. Ты даже не можешь контролировать своего собственного зверя, ха-ха. Жалкий червь, кроме красивой мордашки, что еще у тебя есть? В этот момент Хуан-ша уже был уверен, что человеческий мальчик перед ним определенно полагался на силу той сильной женщины, чтобы достичь врожденной области. Если бы у него не было пламени, нерваные колеса истребления мир, он был бы ничем не лучше от броса. Хуан-ша, который изначально был насторожен, расслабился, когда увидел все это. Боевые навыки этого парня были достаточно сильными, но его звери был просто ничтожествами. Обладая бессмертным телом, ему не нужно было беспокоиться о физических атаках. Кроме того, что ему нужно было быть осторожным в отношении пламени нерваные колеса истребления мира, ему не нужно было бояться этого человеческого мальчика. Хуан-ша даже подумал, что он должен просто использовать свой убийственный шаг и немедленно убить этого парня. Юэйян не удосужился обратить внимание на дух огня и дыма. Вместо этого он призвал золотую коронованную королеву тернистого цветка и приказал ей сражаться с гигантским зверем-загрязнителем. Похоже, борьба с маленьким монстром, который был врагом ультрамына, будет намного проще, гораздо более подходящей для нее. Умри! Хуан-ша не узнал золотую коронованную королеву тернистого цветка. Он даже не подумал, что живой зверь сможет нанести ему вред. Он взревел и подпрыгнул на несколько метров. Его ноги медленно исчезли и превратились в гигантские песчаные бури, которые быстро кружились, покрывая все небо песком. Его гигантская человеческая голова открыла гигантский рот и свирепо проглотила Юэйяна целиком. Это был его домен силы – песчаная буря. Как только его враги попадали в эпицентр его песчаной бури, независимо от того, какой формы жизни он был, а не умирал от обезвоживания и превращался в песок, став частью Хуан-ша. Юэйян немедленно телепортировался и появился в сотнях метров. Хуан-ша снова преследовал его со своей песчаной бурей. Тело Юэйяна полетело вертикально, точно так же, как ласточка нырнул он в землю с небес. Он быстро и стремительно двинулся вниз во второй зал. Думаешь спасти кого-то? Мечтай. Гигантская голова Хуан-ша на вершине песчаной бури издала громоподобный голос, мчась за за Юэйяном, летя вниз с еще большей скоростью, чем он. Если бы они соревновались в скорости, он, вероятно, мог бы добраться до второго зала быстрее Юэйяна и проглотить его целиком. Тем не менее, Юэйян обладал возможностями телепортации. После того, как он узнал, как телепортироваться от маркиза Цзэцзинь, теперь ни один враг не успел бы догнать Юэйяна. По сравнению с Шуньтянем, Боружом, Минжиха и другими экспертами, скорость Юэйяна может быть не такой высокой. Однако его способности к уклонению были, безусловно, одними из самых сложных. Даже если бы его врагу удалось догнать его, он не смог бы ранить его смертельно, потому что Юэйян обладал навыком трех таинственных стилей. Гигантская голова Хуанша над песчаной бурей несколько раз попыталась проглотить Юэйяна, но Юэйян всегда телепортировался в последнюю минуту и избегал атаки. Это поистине взбесило Хуанша. Увидев Юэйяна, убежавшего во второй зал, Хуанша продолжал преследовать его. Он разбил землю и превратил весь второй зал в мир песчаной бури, распространяя песок повсюду. Не имело значения, был ли это вход или выход, Хуанша превратил все в стены из песка, плотно запечатывая все места. Если Юэйян хотел уйти, он должен был сделать это только с его, Хуанша, разрешение. Самое время говорить свои последние слова. Хуанша не думал, что в такой ситуации его врагу все же удастся остаться в живых. Даже если бы он не прямиком напал на него, он мог бы просто убить его медленно, похоронив его в песке. У этого человеческого мальчика определенно не было шансов спастись. Хотя пламя Нирваны могло прожечь все, и колесо истребления мира могло прорубить все что угодно, как бы он смог уничтожить холм с песком, который был десятки метров, нет, сотни метров в высоту. Кроме того, Хуанша мог без труда создавать эти песчаные холмы. Второй зал стал огромной клеткой. Ранее Хуанша уже организовал ловушку с песочным холмом. Он просто ждал, когда противник попадет в нее. Если бы его враг бежал бы в третий зал, Хуанша не мог бы использовать такой способ, чтобы похоронить своего врага живым, потому что табличка, в которую он запечатал, была в третьем зале. Более того, он уже предсказал, что этому человеческому мальчишке нужно будет освободить Мин Юэ Гуан до того, как его товарищ потерпит поражение. Прим. Исправление Мин Юэ Гуан, ранее Мин Жи Гуан, сестра Мин Жи Ха, ее имя в переводе означает «яркий лунный свет». Сколько времени у этого мальчика оставалось? Пять минут? Десять минут? Хуанша зловеще рассмеялся, пока Юэ Ян сопротивлялся и защищался от песчаной бури с его ци. Во втором зале накопился океан песка, медленно зарывая все места. Уровень песка поднялся от лодыжек Юэ Га, потом до колен, затем до бедер. То же самое происходило сверху. Частицы песка продолжали надавливать на барьерцы, которые Юэ Ян воздвиг, вплотную приближаясь к голове Юэ Яна, с 10 метров до 5 метров, затем на 1 метр. В конце концов, от головы Юэ Яна песок отделял расстояние не толще волоска. Он готов был похоронить Юэ Яна уже в следующую секунду. Кроме тела Юэ Яна, вокруг был только песок. Теперь весь второй этаж превратился в живот Хуанша. За исключением смерти от удушения, обезвоживания и превращения в песок, для Юэ Яна не было другого исхода. Юэ Ян дернул губами и не произнес ни слова. Он внезапно вызвал свой гримуарный защитный щит и рассеял песок Хуанша. В то же время Хуанша также услышал таинственный звук рога, как будто это был звук из океанской раковины. Хуанша застыл, когда понял, что рядом с Юэ Яном появилась русалка. Кроме того, русалка держала белоснежную морскую раковину с красноватым оттенком в руках и громко дула в нее. Глава 342. Бой. Вторая форма Хуанша. Божественный дворец императора тюрьмы. Небо над вторым залом было заполнено густыми черными облаками. Блеск молнии и небо внезапно разразилось ливнем. Миллионы капель дождя падали вниз, как стрелы, сначала образуя водную завесу, а затем превращаясь в водную стену. Капли дождя со временем становился все тяжелее и тяжелее. В конце концов, они стали похожи на водопад. От зова штормовой раковины собрались черные облака, и ливень пролился на второй зал, полностью запечатанный песком. Сухой песок сразу же намок, впитывая воду. Быстро поглотить воду не получалось, поэтому уровень воды во втором зале начал быстро расти. Внезапно из-под воды встал водяной гигант десятиметровой высоты и направился к стене из песка, покрывающей второй зал, пытаясь проникнуть через нее. Вслед за первым гигантом появился и второй, и по мере того, как ливень продолжался, число гигантов увеличивалось один за другим. Под давлением водопада дождя извне нападение водяных гигантов изнутри стена песка начала быстро разрушаться, куски песка постоянно падали на землю. Это, это штормовая русалка? Конечно, Хуанша знал о своем звере заклятом враге. Тем не менее, он никогда не думал, что он будет так безжалостно бить штормовой русалкой на этой высоте в небе. Если Хуанша был бы на поверхности океана, а не высоко в небе, он считал, что он, вероятно, серьезно пострадал бы, по крайней мере, если бы не умер вообще. Хотя его бессмертный пустынный тополь мог поглощать воду, он был бесполезен против такого большого количества воды. Хуанша был шокирован. Он поспешно использовал мощь своей песчаной бури и плотно запечатал вход и выход во второй зал песком. Сжимая миллионы частиц песка, он образовал водонепроницаемый песчаник, чтобы заблокировать проникающую воду. С его силой врожденного 8го уровня и его уникальным навыком песчаная буря он, вероятно, все еще сможет продержаться целый час под атаками водяных гигантов. За час он убьет владельца этой штормовой русалки, которая дует в ее штормовую раковину и когда в зале не станет воды, его сила перестала бы уменьшаться. Хотя он отправил миллионы частиц песка в песчаники, чтобы остановить атаки водяных гигантов, Хуанша все еще был осторожен и вызвал своего гигантского зверя-загрязнителя из третьего зала, чтобы он поглотил воду. Он также поспешно вызвал меха-зверя. Его задачей было уничтожить этих водяных гигантов. Что касается демонического песчаного червя, его слабостью также была вода, поэтому Хуанша оставил его снаружи, чтобы предотвратить внезапную засаду противника. Бум! Появился гигантский зверь-загрязнитель. Однако он не появилось из-за вызова его хозяина. Он был сброшен на землю гигантом тернистого цветка, которого вызвала золотая коронованная королева тернистого цветка. Он лопнул, как арбуз. Его вонючие внутренности разлились по земле. Юэйян подумала, что он совсем не был похож на маленьких монстров, с которыми сражался ультрамын. Они могли бы, по крайней мере, бороться и выпустить свой убийственный ход перед смертью. Перед лицом золотой коронованной королевы тернистого цветка у меха зверя не было шанса даже застонать от боли. Бесчетные тернистые цветы вырвались из земли, яростно пожирая труп гигантского зверя-загрязнителя. Гигант тернистого цветка раздробил сердце гигантского зверя-загрязнителя и разбросал его бесчисленным тернистым цветам. Цветы, которые проглатывали куски мяса, как питоны, постоянно повышались в уровне. Хуанша был в шоке, как его гигантского зверя-загрязнителя платинового ранга 8го уровня смогли так легко убить. К сожалению, на этом его удивление не закончилось. Меха зверя был также отброшен на землю, его части рассеялись по земле, и статическое электричество вспыхнуло на всех его механических частях. Хотя он был медленнее в победе над своим врагом, маленький золотой зверь успешно вгрызся в рот меха зверя, добираясь до мозга, энергично пожирая его ядро. Золотая коронованная королева тернистого цветка указала пальцем и бесчисленные тернистые цветы просверлили тело меха зверя, крепко связав его тело. Сначала эти тернистые цветы слегка качались от боли радиационного эффекта, некоторые даже отправлялись обратно в землю. Некоторые из них были на грани увядания, но тернистые цветы, которые закончили поглощать гигантского зверя-загрязнителя, быстро присоединились к перу. Эти несколько цветов не были затронуты радиацией, поглощая сердце гигантского зверя-загрязнителя и повысив свой уровень, эти цветы легко прикрепили тело меха зверя к земле и крепко связали его. Они даже подняло его высоко. Если бы королева не вмешалась, ее тернистые цветы, вероятно, уже разобрали бы тело меха зверя по винтикам или обрушили бы его на землю, разнеся на куски. Вы, ребята, действительно дураки. Вы должны сохранить тело этого меха зверя неповрежденным, вам не разрешается ломать его. Золотая коронованная королева тернистого цветка была крайне недовольна своими подчиненными, которые не обладали интеллектом и имели только грубую силу. Демонический песчаный червь обладал зачатками интеллекта. Когда он увидел сцену, что развернулось перед ним, он испугался чуть не до смерти. Дух огня и дыма направилась в сторону червя, который так и замер от испуга. Она очень разозлилась на себя, потому что она все еще не смогла победить врага платинового ранга 10го уровня даже с ее нынешней силой. Более того, этот хитрый враг смог даже просверлить себе подполье, мешая ей полностью показать ее истинную силу. Внезапно вспышка мыслей осенила дух огня и дыма. Неужели Юэйян предвидел эту слабость? Духу огня и дыма все еще не хватало интеллекта, чтобы глубоко задуматься. Однако, в ее попытке подумать, ей удалось немного повысить свой интеллект. Чем больше дух огня и дыма думала, тем умнее она становился. Когда ее интеллект увеличился, она стала еще ближе к становлению священным зверем. Этот процесс обучения был чем-то, с чем неразумные формы жизни никогда не смогут справиться. Хуанша понял, что его гигантский зверь-загрязнитель и меха-звери умерли. Более того, его демонический песчаный червь был вынужден скрыться под землей, боясь выходить и сражаться. Было бы невозможно попросить его выйти и спасти его. Отличная работа. Ты первый человек, который заставил меня оказаться в такой жалкой ситуации. Хуанша был в ярости. В его сердце всплыла обида от обмана со стороны врага. Вы должны привыкать к этому. Юэйян прикинулся кем-то, кто мог бы легко сказать. Очевидно, что я победил вас. Вышло бы нелепо, если бы я проиграл вам. Снаружи в ливне, за водяными гигантами, появился ледяной змей-демон. Прим. Ледяной змей-демон, четвертый и самый сильный зверь Сиавынли, он свирепо направил свои двойные клинки в песчаник. Песчаник, который был пропитан дождем, быстро превратился в лед, непрерывно распространяющийся по всему песчанику. В конце концов, он превратился в толстую стену льда. На противоположной стороне Сиося делала то же самое. Сначала Хуанша не понимал, что происходит, но когда образовалась ледяная стена, он наконец осознал чрезвычайно важный момент. Он был запечатан во втором зале. Вокруг была вода, стена льда и песчаник посередине, а в его животе была русалка, которая могла вызвать ливень и ужасающий, сильный человечек, который был вдохновителем всего этого беспорядка. У Хуанша не было шанса взорваться в ярости, прежде чем он понял, что перед Юэйним появилась девушка. Это человеческая девушка, которая выглядела так же нежно, как вода, и неожиданно вызвала зверя, которого Хуанша больше всего ненавидел в своей жизни. Это было существо, которое было столь же ужасно, как водяные гиганты, штормовые волны. Прим. Штормовые волны. Зверь Юэйю и Сэм. Главу 267. Когда появились штормовые волны, он сразу же выпустил огромный объем воды, поглотив весь второй зал. Всего за 30 секунд весь второй зал утонул в воде. Волны воды покрыли все вокруг, разбиваясь об окружающие песчаные стены. Песчаные столбы и пики, которые были созданы Хуанша, были немедленно уничтожены, выходя из-под контроля Хуанша, когда они опускались на дно воды, повышая уровень воды еще выше. Хуанша стремился изо всех сил сжимать песок в песчаник, в результате чего стена из песка, отделяющая внешнюю сторону от внутренней поверхности, становилась твердой, как железо. Если ливень, который вызвала русалка или стена льда, которую ледяной змей-демон связал вместе с потопом штормовых волн, было бы его концом. К счастью, эти животные, контролирующие воду, были не очень сильными, иначе он действительно встретил бы свой трагический конец. Хуанша был потрясен и разгневан. Никогда не было еще человека-воина, который смог бы загнать его в такое затруднительное положение. Никогда еще не было зверей, которые могли бы заставить его почувствовать угрозу смерти. Даже император тюрьмы в свое время не заставлял его чувствовать себя таким несчастным. Хуанша вернулся к своему первоначальному облику и появился перед Юэйяном, яростно ревяя и указывая на него. «Ты, ты думаешь, что, делая все это, ты сможешь убить меня? Позвольте мне сказать тебе, что ты не прав. Я, Хуанша, я никогда не умру от воды». Юэйян не ответил, он просто молча смотрел на Хуанша. Уровень воды во втором зале продолжал расти. Штормовые волны продолжал вызывать воду и нарочито обрушивал огромные приливные волны на стены из песка, блокирующие вход и выход из второго зала, жестоко встряхивая все здания. «Ты даже не знаешь тайны воинов Небесной области. Мы полностью отличаемся от людей, мы обладаем двумя или даже тремя различными формами. Даже если я откажусь от формы бессмертной песчаной бури, я все равно смогу легко убить тебя в своей второй форме. Это потому, что я врожденный воин 8го уровня, пока ты всего лишь врожденный 1го уровня. Думаешь убить меня с такой большой разницей в уровнях? Думаешь об использовании своего пламени нирваны и колеса истребления мира в этом зале, залитом водой? Позволь мне сказать тебе вот что, ты еще слишком молод и неопытен для этого». Частицы песка на теле Хуанша продолжали стекать на поверхность воды. Его тело, которое было подвешено на воздухе, постепенно исчезало. Через 10 секунд его тело стало твердым, превратившись в уродливого монстра-хищника или, возможно, еще более уродливого. Прим. Хищник, как из культового фильма, Хуанша раскрыл свою вторую форму, у которой было 4 руки и длинный конусообразный хвост. Это тело было полностью сделано из плоти и крови, оно не было сделано из песка. Хуанша прыгнул на землю, которая была покрыта водой, и гордо встал, погрузившись в воду, которой он так боялся совсем недавно. Он возмущенно поманил Юэяна жестом руки, сказав ему, что настоящая битва только началась. Юэян слабо улыбнулся. Огромный клинок ветра из магического клинка Хуэйцзин Юэяна пролетел несколько метров и атаковал тело Хуанша. Хуанша при этом вообще не защищался, позволив распороть его грудную клетку с помощью этого острого клинка. Тем не менее, не пролилось ни одной капли крови. Напротив, из места разреза начало выползать бесчисленное количество червей. Они соединились и рана полностью затянулась, прошло пять секунд и огромная рана уже полностью зажила. Моя вторая форма также неуязвима для физических атак. Кроме того, она также неуязвима для воды. Уродливое лицо Хуанша явило самодовольную улыбку. «У тебя еще есть третья форма?» Внезапно спросил Юэян. В глазах Хуанша было шокированное выражение, что имел в виду этот мальчик. Может быть, он действительно верил, что все воины Небесной области имеют две разные формы. Даже не думая о третьей форме, ему удалось получить вторую форму только после медитации в течение пяти тысяч лет. Ему также удалось узнать ее, потому что он руководствовался помощью Фэн Шэньши и Лэй Шэньши. Разве этот мальчик думал, что смена форм – это легкое дело? Думал ли он, что этим так легко овладеть? Юэйян пожал плечами. «Если вы этого не сделаете, пора будет прощаться». Хуанша пришел в ярость. С его силой врожденного 8го уровня, его мощной силой и в 10 раз усиленной мощью прыжка, его резкий мощный кулак свирепо атаковал голову Юэйяна. Хуанша считал, что его противник не сможет защитить себя от этого удара даже с защитой защитного щита гримуара. Его враг определенно встретит свой конец. Как смеет врожденный 1го уровня переоценивать свои собственные способности и вступать в бой с врожденным 8го уровня? Огненный щит Нирваны появился в руках Юэйяна, становясь перед его защитным щитом гримуара. Юэйян вообще не боялся. Он держал щит пламени Нирваны, с одной стороны, и в другой своей руке сконцентрировал свой домен силы Звездного Взрыва, готовясь к атаке. Позади него появился Ся Вэнли, широко раскрыв глаза. Навык сковывающей цепи был немедленно активирован. Хуан Ша был ограничен в движениях только на полсекунды. Тем не менее, его кулак продолжал двигаться вперед, незаметно проникая через щит пламени Нирваны. Перед тем, как пламя Нирваны смогло полностью сжечь его руку, его ужасающая сила прорвалась сквозь защитный щит Юэйяна, когда его кулак продолжал двигаться прямо к голове Юэйяна. Это была мощная атака врожденного 8го уровня. Потеряйся. Юэйян зарядил Звездный Взрыв в его кулаке и добавил силу в сотню раз сильнее его гигантской призрачной тени, а затем жестоко ударил кулаком по кулаку Хуан Ша. Юэйян поставил все на карту, не отступая назад ни на шаг. В небо ворвалась принцесса Цаньцань. Ее сила белого тигра в комбинации с ци императорского меча сильно ударила по голове Хуан Ша. Глава 343. Ломающая землю жемчужина Хуан Ша только что оттолкнул Юэйяна своим ударом, когда атака принцессы Цаньцань обрушилась ему на голову и он закричал от боли. Хуан Ша достал меч, который прорезал ему голову и разбил его на части. Он взмахнул длинным хвостом, нападая на врага. Принцесса Цаньцань свернулась калачиком и защитила свое тело руками. Она была отброшена огромной силой, как ядро из пушки, ударяясь в стену из песка. Принцесса Цаньцань попыталась уменьшить воздействие этой атаки. Хотя ей было чертовски больно, она сразу же встала на ноги и встретила атаку. Подпрыгнув, она полетела в сторону Хуан Ша, который сражался с Юэйяном в ближнем бою со скоростью быстрее, чем свободное падение. Образ белого тигра появился над ее головой, беззвучно и угрожающе рыча. Слайцы, защищающие тело Хуан Ша, были рассеяны изображением белого тигра, а принцесса Цаньцань атаковала во второй раз уже с другим мечом в руки. Воздух рассек длинный клинок меча. Пара мечейцы пересекалась в форме знака Х, что падал вниз. На голове Хуан Ша, который только что исцелил рану на его черепе, получилась неглубокая Х-образная рана. Хуан Ша блокировал атаку принцессы Цаньцань двумя своими руками, а двумя другими он сражался с Юэйяном. Хотя, будучи врожденным в 8го уровня, он был окружен и серьезно ранен врагами, находящимися ниже его уровня, он все еще сохранял спокойствие и хладнокровие. Умри. Глаза Юэяна сверкнули, когда он пустил в ход все силы, которые он скрывал до сих пор. Он впервые использовал все свои силы для борьбы с врагом, добавив сотню слоев гигантской фантомной тени. Когда он атаковал кулаками, из правой ноги он выпустил колесо истребления мира, которое ударило прямо в левую лодыжку Хуан Ша. Колесо истребления мира беззвучно рассекло воздух, легко разрезая левую лодыжку Хуан Ша. Хуан Ша, который сражался всеми своими силами, потерял равновесие, когда его тело наклонилось влево. Его две руки, которые были готовы противостоять атаке принцессы Цань-Цань, не могли больше остановить ее меч. Мечцы принцессы Цань-Цань глубоко проник в теле Хуан Ша через щель его рук, уничтожив один глаз Хуан Ша. Рука, которая не была исцелена от пламени Нирваны, была захвачена Юэяном. После броска Юэяна через плечо Хуан Ша, который потерял левую ногу, сильно ударился о землю. Хуан Ша оказался в воде. Он сразу же начал отчаянно бороться, пытаясь встать. Не то, чтобы он совсем не боялся воды, просто это его вторая форма тела не будет так легко разрушена водой. Однако, если он действительно упадет в воду, он определенно утонет, как любой неумеющий плавать. В небе внезапно вспыхнули десятки молний. Одна за другой они направлялись к голове Хуан Ша. Тем не менее, зажав поврежденную руку Хуан Ша, которая еще не окончательно восстановилась, Юэйян развернулся и освободил врожденной невидимой мечцы из своих ног, раня грудь Хуан Ша. Тут же беззвучно выстрелила золотая стрела, прямо в рану на груди Хуан Ша, которую Юэйян оставил своим врожденным невидимым мечом Ци. Хуан Ша поднял голову и увидел, что на него нападает еще больше зверей, громовая нога, которая постоянно призывала молнию и гром, и медуза горгона, держащая лук в руке. А-а-а-а! Крик, такой же резкий, как кинжал, резонировал в ушах Хуан Ша. Крик шокировал Хуан Ша, и его сознание померкло. Его сердце было также потрясено, как будто он был отравлен, половина его тела онемела. Когда он, наконец, очнулся от крика, он понял, что пара глаз смотрела прямо на него. Это была маленькая ламия Сиавынли. Это был второй раз, когда Сиавынли активировала ее сковывающие цепи. На этот раз он не был связан всего лишь на полсекунды, как в прошлый раз. В тот раз Юиян намеренно ограничивал силу цепей, чтобы его противник неправильно оценил его боевую мощь. Хуан Ша сопротивлялся более чем два секунды, но обнаружил, что он все еще не мог двигаться. Его голова была поражена в третий раз и снова силой белого тигра принцессы Цань-Цань. Кровавая королева нанесла ему глубокий удар в спину кинжалом, убивающим драконов и кинжалом-разрушителем глаз. Тень дикой коровы, которая также получила усиление гигантской фантомной тени, высвободила свою максимальную силу и сломала ногу Хуан Ша, заставив его упасть. Пара прекрасных рук, заряжавших Аврору некоторое время, внезапно развязали свою ужасающую силу при поддержке врожденной Ци Юияна. Хозяйка города Лохуа выпустила свою Аврору с расстояния вытянутой руки от лица Хуан Ша. Спиральный луч Авроры легко образовал дыру на лице Хуан Ша. Ослепляющий белый свет заполнил все окружение. Весь второй зал был поглощен ослепительным белым светом. Потребовалось время, прежде чем все вернулось в норму. Хуан Ша, получивший бесчисленные тяжкие ранения, упал в воду, но он был еще жив. Однако у него не осталось сил подняться в воздух. Его грудь постепенно превращалась в камень, пока окаменение распространялось из его раны. Его голова, глаза и нос были уничтожены лучом Авроры, так что в правой задней части его головы была дыра. Мозговое вещество вытекало из его головы. От такой тяжелой травмы даже Хуан Ша, обладавший второй формой, не смог бы восстановиться. Его ядро здесь. Юиян обнаружил местоположение ядра Хуан Ша его божественным видением божественных глаз. В конце концов, после сжигания левой руки и ребер Хуан Ша пламенем нирваны, Юияну удалось выкопать энергетическое ядро, которое ярко светилось. В небе мелькнула небесная руна. Ядро, которое первоначально принадлежало Хуан Ша, ярко пылало в пламени нирваны Юияна. Воля, дух и душа Хуан Ша, которые все еще находились внутри ядра, были полностью очищены пламенем нирваны. Исчезнов в небо теле, источник огромной энергии был полностью очищен пламенем нирваны. В тот момент, когда дух Хуан Ша исчез, без поддержки его духа, тело Хуан Ша не могло больше существовать. Его голова, которая была сильно повреждена мечом ци принцессы Цаньца не сожжена до хруста громом громовой ноги, распалась на кусочки, в то время как его грудь быстро окаменела. Юиян и тень дикой коровы ударили кулаками по телу Хуан Ша с обеих сторон, отчего его труп разлетелся на куски, которые погрузились в воду. Золотая тигровая акула, которую вызвала медуза Гаргона, открыла свой окровавленный рот, готовясь роскошно откушать деликатесов, что далеко не каждый день ей попадались. После идеального планирования и своевременной засады, они, наконец, преуспели в убийстве своего врага. Хуан Ша, который был врожденным 8го уровня, был убит Юияном и девочками после перехода в его вторую форму. В тот момент, когда Хуан Ша погиб, стены из песка рухнули. Из второго зала вырвались потоки воды, образуя огромный водопад, падающий вниз к первому залу. Сюся и ледяной змей-демон, который только что убрал стену со льдом, присоединились к золотой коронованной королеве тернистого цветка и маленькому золотому зверю, который ел, чуть не лопаясь, и поспешно собрались вокруг Юияна. Дух огня и дыма колебалась, когда она увидела, что второй зал наполняется водой, поэтому она осталась снаружи. На земле демонический песчаный червь, который поспешно покинул своего хозяина до того, как хозяин умер, выглянул из-под земли. Он посмотрел на второй зал и почувствовал, что Хуан Ша действительно умер. Его глаза, которые даже казались умными, показывали страх и ужас. Не дожидаясь, пока дух огня и дыма найдет его и атакует, он немедленно вырыл глубокое подполье. Этот червь, который был напуган чуть не до потери рассудка, не собирался драться с духом огня и дыма. Осталось всего две минуты, мы не успеем уничтожить семь звездных столпов, которые император тюрьмы использовал для тренировки. Плечо принцессы Цань-Цань было сломано, и она также страдала от нескольких сломанных ребер. Юи-Юи вызвала шар исцеляющих вод, чтобы исцелить ее, но принцесса Цань-Цань, казалось, не обратила внимания на ее травмы. Быстро придумай, что делать. Мин-Жи-Ха, вероятно, не сможет продержаться дольше обещанного. Сеуся быстро подлетела к остальным. Как обстоят дела на улице, хозяйка города Лохуа больше беспокоилась о борьбе между Шафой и Нигу. В тот момент, когда Шафа и остальные потерпят поражение, Нигу обязательно придет, чтобы остановить их. Хотя их силы не стоило бояться, они определенно могли бы отвлечь, вынудив их потратить драгоценное время впустую. Лэй Шэнь-Ши все еще сражался с Феей Феникс, поэтому он, вероятно, был бы занят. Однако сможет ли Мин-Жи-Ха остановить Фэн Шэнь-Ши? Не очень радужно. Сеуся покачала головой. Шафы и другие полностью уступали Нигу и другим с точки зрения силы и численности. Ждать от них победы, значит ждать слишком многого. Единственное, что они могли сделать, это выиграть им время. В небе раздался грохот грома. Зловещая молния бушевала на крыше второго зала. Лэй Шэнь-Ши, похоже, понял, что Хуанша умер. Он сердито выпустил молнию, ошеломив весь второй зал. Если Фея Феникс не остановила бы его, он, вероятно, сошел бы ниже, чтобы убить их всех. В задней части второго зала было семь колонн, которые, казалось, были неуязвимы для физического повреждения. Это были семь звездных столпов императора тюрьмы, которые он использовал, чтобы обучаться своим навыкам. Они были защищены не только многочисленными руническими рунами, но и волей императора тюрьмы. Юэй Ян пытался уничтожить их своим колесом истребления мира, но обнаружил, что он может оставить на них только мелкую царапину, прежде чем колесо отражалось назад. Глядя на такой темп, они не смогут разрушить столбы даже, ударяя его колесом целый день и ночь. Кроме того, готовы ли Фэн Шэнь Ши и Лэй Шэнь Ши, два воина Небесной области, дать им так много времени? Самое главное, что два великих мастера Небесной области, которые все еще спали, и собирались пробудиться в любое время. Если они проснутся, они определенно не смогут больше сражаться в этом сражении. Вы, ребята, уходите оттуда. У меня есть идея. Внезапно в зале появилась старая драконья черепаха. Он проснулся от спячки, но никто этого не заметил. Он дрожал, наклоняясь к своему посоху, отчаянно кашляя. Старик, раз ты еще не умер, ты должен убраться отсюда. Чем дальше, тем лучше. Юиян знал метод, который собиралась использовать старая черепаха. Этот старый дедуля определенно хотел использовать его саморазрушение. Вы, ребята, определенно не сможете победить эту печать. Это место защищено волей императора тюрьмы. Среди трех залов печать, что находится здесь, является самой сильной, уступая только гробу императора тюрьмы. Морщинистое лицо старой черепахи было совершенно спокойным. Мне действительно надоело жить. Я прожил один шесть тысяч лет, моя жизнь уже давно потеряла свой смысл. Отстань. Юиян отшвырнул черепаху. Девушки потеряли дар речи. Сюся успокоилась и исследовала рунические круги на семи звездных столпах императора тюрьмы, надеясь, что она найдет какой-нибудь способ распечатать их. Если у них будет время для медленного исследования, они, вероятно, смогут найти формулу вскрытия. Однако сейчас время было не на их стороне. Принцесса Цаньцани, хозяйка города Лохуа, посмотрела на Юияна одна за другой. В конце концов, Лохуа сказала, «Давайте вернемся в мир гримуара и позволим двум великим мастерам небесной области выйти. Мы сможем придумать методы, чтобы покинуть божественный дворец императора тюрьмы, когда мы наберемся сил». Минжиха явно воспользовался нами. В то же время мы не должны во что бы то ни стало выполнять свою часть сделки. Более того, даже если бы нам удалось распечатать семь звездных столпов императора тюрьмы, все это, возможно, не очень хорошо для нас обернется в самом конце. Лицо Юии также было исполнено мольбы. Она действительно не хотела, чтобы что-нибудь случилось с ее драгоценным братом. Он был единственной надеждой их клана. Он был их жизнью. Без него все рухнет. Так же, как у старой черепахи без его хозяина императора тюрьмы, без Юияна у их клана не было бы никакой причины для того, чтобы жить. Глядя на самоотверженный дух старой черепахи, Юиюй очень волновалась, что с Юияном что-то случится, и она закончится, как старая черепаха, старая и одинокой. Нет, если он умрет, она тоже не захочет жить. Юиюй подумала о том, как черепаха прожила 6000 лет в одиночестве, и почувствовала, как по спине пробежала дрожь. «Дайте мне еще немного времени». Юиян глубоко вздохнул и достал жемчужину. Однажды он подумал, что эта жемчужина была самой грубой штукой в мире. Это был артефакт, которым он был недоволен с тех пор, как он нашел его. Однако сейчас он вложил всю свою надежду в эту жемчужину. Эта жемчужина называлась «Ломающей землю жемчужиной», «Подделка». «Ломающая землю жемчужина», «Подделка». Ее обладатель может вызвать мощное землетрясение в радиусе 100 метров и уничтожить все конструкции на поверхности. Только для одноразового использования. Эта подделка «Ломающей землю жемчужины» была наградой, которую он получил за прохождение квеста трех мировых священных храмов. Юиян всегда думал, что три жемчужины, которые он приобрел, были самым длинными призами, самыми бесполезными в мире. Прямо сейчас Юиян понял одно. Есть только глупые люди, которые не знают, как использовать артефакты, в то время, как в мире нет бесполезных артефактов. Когда Юиян отправил врожденную Ци в «Ломающую землю жемчужину», которую можно было использовать только один раз, она сразу же засияла ярким светом. Свет был таким ярким и сияющим, как само Солнце. Глава 344. Божественный меч императора тюрьмы «Ломающая землю жемчужина» в руки Юияна непрерывно поглощала врожденную Ци, как бездонная черная дыра. Когда она высосала почти всю врожденную Ци Юияна, она внезапно взорвалась, посылая удар сферической ударной волны во все направления. Такого взрыва было достаточно, чтобы уничтожить небо и землю. Тем не менее, такой невероятный взрыв ударной волны совсем не навредил человеческому телу. Юиян, принцесса Цаньцань, Лохуа, Юию и другие стояли прямо посреди взрыва, но они ничего не почувствовали. За исключением легкого слепящего света, они не чувствовали никакой ударной волны, они даже не ощущали ветерка. Ударная волна медленно распространялась на окружающие, набирая скорость. Когда ударно-волновая сфера достигла радиуса в 100 метров, она взорвалась бесчисленными лучами света. Весь второй зал был поглощен сиянием. Даже пространство вне второго зала было освещено сияющим светом, когда свет распространился по всему Божественному Дворцу. Одну минуту спустя, когда свет исчез, большой зал вернулся в норму. На первый взгляд ничего не изменилось. Тем не менее, Юиян и девочки поняли одно, и семь звездных столпов Императора Тюрьмы, которые не были повреждены раньше, и здания и структуры в окружающем стометровом радиусе исчезли. Оставался только мираж Божественного Дворца Императора Тюрьмы, который существовал только при поддержке воли Императора Тюрьмы. Между семью звездными столпами Императора Тюрьмы появились небольшие светящиеся ворота. Это был вход в запечатанное пространство в Божественном Дворце Императора Тюрьмы. Юиян взял на себя инициативу и вошел в запечатанное пространство внутри семи звездных столпов первым. Внутри был прозрачный проход без земли или пола, но Юиян и другие могли свободно передвигаться и идти вперед, как будто они были на земле. Кроме духа огня и дыма, которая отказалась войти во второй зал и ждала снаружи, все остальные звери проследовали за Юияном внутрь. Дух огня и дыма немного поколебалась и решила остаться, и как тигр наблюдала за добычей, демоническим песчаным червем, который иногда выглядывал из-под подземелья, чтобы проверить ситуацию на поверхности. Внутри запечатанного пространства не было хрустальных табличек или гробов, которые Юиян изначально представлял себе. Все запечатанное пространство было более или менее большим, больше, чем футбольное поле. В середине был гигантский котел. В середине гигантского котла был встроен таинственный на вид огромный меч, который слабо источал золотой свет. Клинок большого меча был широким, как топор. Он был таинственно длинным и толстым. Сабля была как лист бумаги по сравнению с этим мечом. На вершине лезвия была древняя руна, окруженная девятью различными небесными рунами, которые образовали таинственный рунический круг. Юиян признал древнюю руну бессмертной. Кажется, это было имя меча или что-то, что обозначало природу меча. Божественный меч был темного цвета, простой и без украшения из драгоценных камней. Со стороны он не выглядел впечатляющим. Тем не менее, Юиян, который обладал божественным видением божественными глазами, мог видеть, что он испускал слабый золотой свет, который обычный человек не смог бы увидеть. Этот свет был чрезвычайно чистой и сконденсированной энергией. Это божественный меч императора тюрьмы. Юиян был взбудоражен. На самом деле, он заключил сделку с Мин-Жи Хаоне, чтобы помочь ему выпустить его сестру Мин-Юе Гуан. Причина, по которой Юиян искренне хотел войти в запечатанное пространство в семи звездных столпах императора тюрьмы состояла в том, что он хотел завладеть именно этим божественным мечом императора тюрьмы. Старая драконья-черепаха не соглашалась с тем, чтобы Юиян сначала получил божественный меч императора тюрьмы, потому что условия использования этого меча были еще более строгими, чем условия использования божественного посоха и божественной печати императора тюрьмы. Только люди, у которых была императорская родословная, могли использовать этот меч. Он не думал, что такой бесстыдный парень, как Юэйян, который даже не был членом королевской семьи, сможет использовать божественный меч императора тюрьмы. Однако из-за предательства Минжиха и изменения ситуации в божественном дворце императора тюрьмы, что превзошло все его ожидания, у старой драконии черепахи не было иного выбора, кроме как поддержать решение Юэйяна получить меч. Если у Юэйяна не хватило бы сил или помощи божественного оружия, эта битва была бы очень опасна. Вместо того, чтобы сидеть и наблюдать за разрушением императорского дворца императора тюрьмы и исчезновением двух великих мастеров небесной области, старая черепаха скорее позволит Юэйяну попытаться вытащить меч. Даже если бы на успех был бы только один шанс из миллиона, он хотел, чтобы Юэйян попытался. Только люди, которых признает божественный меч императора тюрьмы, смогут вытащить меч. Старая черепаха закашлялась. Он не хотел слишком разочаровывать Юэйяна. Забудем о потомке императора тюрьмы. Старая черепаха была уверена, что у Юэйяна не было и следа королевской крови в его жилах. Разве это не просто кусок изношенного меча? Юэйян был немного раздражен. Хотя это было божественное оружие, оно было слишком уж высокомерным. Его хозяин уже умер, почему оно не может просто принять следующего человека своим хозяином? Тогда попробуй. Честно говоря, старая черепаха не слишком одобрительно относилась к Юэйяну. Сиасан, я поддерживаю тебя. Ты определенно сможешь это сделать. Юэйю безоговорочно доверяла Юэйяну. Ей казалось, что на свете нет ничего такого, с чем Юэйян не справится. Юэйян выглядел высокомерным, но на самом деле он немного трусил. А все потому, что он знал, что он был кем-то из другого мира, поэтому он определенно не имел родословную какого-то древнего императора. Если он хотел получить признание божественного меча императора тюрьмы, шансы на это были, вероятно, такими же низкими, как шансы на начало дождя из мясных пирогов. Конечно, с бесстыдным характером Юэйяна, он определенно не будет пытаться вырвать меч честным и правильным путем. Он определенно как-нибудь схитрит. Юэйян сначала пошел в сторону от гигантского котла и прыгнул в воздух. Он протянул руку и схватил большой меч, который был вдвое больше тяжелого железного меча героя Янго, а затем потянул его со всей силой. Сира. Янго – главный герой популярного китайского классического романа «Возвращение героев кондора». У него был тяжелый железный меч, который оставил ему эксперт боевых искусств Дугу Цубай. Только божественный меч императора тюрьмы застрял в котле. В котле больше ничего не было. Изначально с силой Юэйяна забудьте о том, что вытянул бы божественный меч императора тюрьмы однажды. Даже если он будет вытягивать его сто раз, он все равно сможет легко вытащить его. Однако, как ни странно, меч даже не сдвинулся с места. Казалось, что большой меч был связан с котлом, его нельзя было вытащить, сколько сил не прилагай. Когда старая драконья-черепаха увидела это, его сердце было подавлено. Божественное оружие выбирало своего хозяина, этого нельзя отрицать. Когда император тюрьмы вытаскивал божественный меч императора тюрьмы в свое время, ему пришлось общаться с ним в течение десяти лет, прежде чем ему удалось вытащить его. Юэйяну не удалось вытащить его даже на дюйм, безнадежно даже думать об успехе. Похоже, даже если бы он общался с мечом в течение ста лет, ему все равно не удалось бы преуспеть. Тем не менее, Юэйян не был обескуражен, когда ему не удалось вытащить меч. Он обернулся и подал знак принцессе Цаньцани хозяйки города Лохуа. Вы, ребята, тоже попробуйте. Старая драконья-черепаха почти искривила его нос в гневе, услышав это. Этот божественный меч императора тюрьмы мог использоваться только мужчинами. Безрассудно отдавать божественный меч, который прежде использовал император тюрьмы девушке, где тут логика? Неужели этот придурок действительно думал о божественном мече как о какой-то весьма обычной вещи? Как только он собирался остановить их, Юэйян послал черепахе взгляд, от которого черепахе пришлось только стерпеть и замолчать. Он считал, что Юэйян это отродье, который вообще не уважал своих предшественников. Вероятно, вышвырнул бы его отсюда, если бы он высказался, пытаясь остановить эту абсурдную идею. Даже прожив тысячи лет, он действительно никогда не встречал такого никого не уважающего человека. Юэйян проигнорировал яростные выражения старой драконьей-черепахи и потащил вперед принцессу Цаньцани Лохуа, сообщив им, чтобы они попытались вытащить меч. Если он не мог использовать меч сам, его любимые девочки могли бы использовать его вместо этого. Принцесса Цаньцань была немного нерешительной. Ее воспитание было несколько более традиционным. Она не осмеливалась совершать такие богохульные действия, как приобретение божественного меча вместо Юэйяна. Лохуа была другой, она не чувствовала никаких колебаний. Кроме того, как жена Юэйяна, она непременно прислушивалась к его словам. Когда Лохуа схватилась за рукоять меча, божественный меч императора тюрьмы внезапно засияла слепительным светом, слегка сдвигаясь с места. Старую драконью-черепаху чуть не вырвала кровью. Эта картина была похожа на ту, как в прошлый раз император тюрьмы вытаскивал меч. Может быть, этой девушке, которая выглядела нежной и хрупкой, предназначалась использовать божественный меч, который мог использовать только император тюрьмы до этого? Ай! Лохуа внезапно закричала от боли и отпустила руку. Три секунды она смогла продержать божественный меч императора тюрьмы, прежде чем она была отброшена сопротивляющейся силой меча. Когда черепаха это увидел, он был очень доволен. Девушки не могли использовать божественный меч императора тюрьмы. К счастью, меч отверг ее, иначе божественное оружие императора тюрьмы было бы использовано девушкой более позднего поколения. Это было бы проявлением большого неуважения к императору тюрьмы. Юи Юи быстро исцелила Лохуа, в то время как Юи Ян тщательно проверил ее руки. Определенно произошла реакция, но почему меч не принял Лохуа? Когда принцесса Цань Цань увидела неудачу Лохуа, она почувствовала гнев. Даже если это было божественное оружие, предназначенное только для мужчин, должно ли оно было ранить руку сестры Лохуа? Когда она попыталась вытащить его, она покрыла свои руки Ци Белого Тигра и схватилась за божественный меч императора тюрьмы, а затем сделал сильный рывок. На этот раз движение в божественном мече императора тюрьмы было более очевидным. Принцессе Цань Цань удалось вытащить его на несколько сантиметров, но сопротивление меча стало еще больше, и также отбросило ее. Этого не может быть. Старая черепаха была шокирована. Может быть, эта маленькая леди была потомком императора тюрьмы? Неужели она действительно имела отношение к императору? Но из чувства, что он получает от ее крови, он не мог быть уверен, действительно ли она была потомком императора тюрьмы. Сюяуся также попыталась однажды. Божественный меч слегка дрогнул, но реакция была похожа на реакцию хозяйки города Лохуа. Еще раз, помоги мне. Я не верю, что смогу его вытащить сама. Принцесса Цань Цань сгорала от нетерпения. С помощью врожденной Цию и Яна, принцесса Цань Цань снова активировала свою Ци Белого Тигра и громко закричала, пытаясь вытащить божественный меч императора тюрьмы из котла. Ей удалось вытащить его на полметра, прежде чем сопротивление меча, потрескивая электричеством, не отбросила ее, ударив током, так что ее тело онемело. Ей было очень больно, но принцесса Цань Цань продолжала хвататься за рукоять меча и отказывалась отпускать. Она была полна решимости вытащить божественный меч императора тюрьмы, несмотря ни на что. Это, это вообще возможно? Старая черепаха чувствовала, что само небо рухнуло. Даже император тюрьмы в свое время не мог силой вытащить меч. Может ли божественное оружие действительно попасть в руку девушки? Более того, эта девушка даже не была врожденной. Как она могла обладать силой, чтобы управлять божественным мечом? Божественный меч императора тюрьмы выпустил мощный удар ударной волны, отбросив руки принцессы Цань Цань. Чрезвычайно сильная сила сопротивления заставила принцессу Цань Цань откашлить кровь на месте. Кровь вырвалась из ее рта, брызнув и на божественный меч императора тюрьмы. Старая черепаха покачала головой. Безродословная императора тюрьмы и признание такое божественное оружие, как этот божественный меч императора тюрьмы, никогда не подчинится другим. Независимо от того, был ли это мужчина или женщина, самым главным условием было обладание родословной императором. Может быть, эта упрямая девушка родилась в одной из трех королевских семей. Может быть, она была дочерью императора страны. Но божественный меч узнает только императоров, а не принцесс. Божественный меч – меч короля. Тот, кто владеет им, должен быть императором. Его упрямую волю и требовательность нельзя так легко изменить. Черепаха слегка вздохнула про себя. Он не знал, что и думать. С одной стороны, он не хотел, чтобы Юиян и эти девочки использовали меч, который раньше признавал императора тюрьмы. С другой стороны, он также надеялся, что Юиян сможет вытащить божественный меч и использовать его силу, чтобы убить своих сильных врагов. Только тогда они смогут выполнить желание императора тюрьмы и навсегда запечатать воинов Небесной области в божественном дворце императора тюрьмы. Если я не могу использовать его, я должен полностью уничтожить его. Дурные мысли Юияна заключались в том, что если он не может что-то иметь, он уничтожает этот предмет, чтобы другие тоже не смогли им завладеть. Нет, пожалуйста, не разрушай божественный меч. Старая драконья черепаха действительно боялась, что Юиян повредит меч и очень испугался. На самом деле, Юиян только говорил так, он не собирался уничтожать меч. Он чувствовал, что было бы нелегко получить признание божественного меча, этого меча-сокровища, который, казалось, имел свою собственную волю. Однако, даже если это было невозможно прямо сейчас, это не значит, что это будет невозможно навсегда. Если они потратят больше времени и усилий, чтобы пробовать снова и снова, они смогут вытащить его. Особенно принцесса Цань-Цань, которая родилась в королевской семье. С кровью императора в ее жилах у нее был большой шанс добиться успеха. Самое главное, что Юиян все еще имел другое сокровище. Если бы он использовал его, возможно, оно было бы эффективно. Конечно, потому что это сокровище было расходным предметом, прежде он тщательно его изучит его. В противном случае он может потерять единственный в жизни шанс. Жемчужина человеческого короля – подделка. Пользователь может использовать силу человеческого короля в течение 10 секунд после использования жемчужины. Только для одноразового использования. Будет ли это жемчужина, которую он приобрел в трех храмах эффективно? Юиян все еще размышлял об этом, когда черепаха внезапно атаковала его, размахивая руками перед гигантским котлом, опасаясь, что Юиян действительно воспользуется своим колесом истребления мира и уничтожит меч в припадке гнева. Юиян сразу же отбросил этого деда прочь с раздражением. Затем он достал жемчужину человеческого короля. Успех или неудача – все зависит от этой поддельной жемчужины. Глава 345. Скрытые благословения сверкнули блестящие лучи света. Жемчужина человеческого короля излучала ослепляющие лучи света от силы врожденной Ци Юияна. Огромный образ императора поднялся в небо, покрывая тело Юияна. Образ императора в небе повторял движение Юияна, когда тот двигал рукой. Юиян протянул руку и схватил меч, и изображение гигантского императора также протянуло руку, чтобы помочь Юияну, одновременно вытаскивая меч. Божественный меч императора тюрьмы внутри котла слегка встряхнуло. Хотя это был жемчуг-подделка человеческого короля, он действительно казался эффективным. Юиян был втайне счастлив, и в то же время его уверенность возросла. Выйди прямо сейчас. Юиян проявил максимальную силу и громко закричал, когда одним рывком вытащил из гигантского котла божественный меч. Юиян поднял его высоко к небу, и в тот момент, ни один другой взгляд в мире не был более величественным, чем взгляд Юияна. Божественный меч императора в руках Юияна потрескался от статического электричества, когда энергия, которая была запечатана в нем, внезапно вырвалась наружу. Мощная ударная волна цивылилась в окружение, оттолкнув принцессу Цаньцани и остальных на несколько шагов назад. Сила божественного меча слилась с Юияном, как разумное сокровище, божественное оружие, которое выбрало хозяина, хотя Юиян и бесстыдно разыграл трюк, чтобы приобрести его. Божественный меч все же признавал его своим новым хозяином. Однако, когда девушки собирались порадоваться за Юияна, Юиян свирепо ударил божественным мечом об землю. Мог ли этот меч быть поддельным? Старая черепаха была в шоке. Очевидно же, что это был настоящий божественный меч. Тогда почему это отродье так ударил меч? Старая черепаха была сбита с толку, но она просто не могла понять сумасшедшие выходки Юияна. Поскольку божественный меч выбрал его своим хозяином, он должен быть счастлив, не так ли? Почему он должен бы яростно и немедленно попытаться разрушить меч? Тем не менее, божественный меч не разбился о землю. Вместо этого он автоматически поднялся в воздух. В небе внезапно появилась фигура, большой и высокий мужчина в доспехах по всему телу. Он выглядел сильным, смелым, героическим и могущественным. У него были толстые брови, большие глаза и борода, слегка голубого цвета. Его короткие усы не производили дурного впечатления, напротив, они заставляли других думать, что он был зрелым и мудрым. Его спокойствие оставляло впечатление, что он пережил миллионы трудностей и лет одиночества, идеально слившихся в одно. Его глубокий взгляд невольно заставил бы других вздыхать и стыдиться своей неполноценности. А все потому, что свет в его глазах был глубоким, как океан. Юэйян и другие действительно не могли себе представить, какой опыт он пережил, чтобы накопить такую мудрость. Император тюрьмы Вы, вы настоящий. Старая драконья черепаха сразу залилась слезами, не в силах сдержать свою тоску, когда он увидел этого человека. Он прожил шесть тысяч лет, прежде чем снова смог увидеть своего хозяина. Хотя это был всего лишь остаток сознания и воли императора тюрьмы на мече, черепаха все еще была взволнована, и эмоции переполняли его. Шесть тысяч лет мечты лопнули, как плотина с водой, и слезы неудержимо катились по его щекам. Юэйян молчал. Этот парень был императором тюрьмы? Он, разве он не слишком большой и высокий? Он просто не был похож на человека. Неужели шесть тысяч лет назад люди были такими большими? Фигура императора перед Юэйяном, похоже, не была увеличенной версией, похоже, что это она была идентична естественному росту. Тем не менее, император был ростом более 2-5 метров, он был намного выше Юэйяна. Юэйян выглядел как ребенок, стоящий рядом с фигурой императора тюрьмы. Похоже, он был аватар-версией Ямина, другим мировым изданием. Прим. Ямин – очень высокий баскетболист, неудивительно, что божественный меч императора тюрьмы был таким большим. Если бы он был размером с обычный меч, он был бы похожий на кинжал в руках императора тюрьмы. Мое дитя, хотя у меня нет способа узнать, кто ты, так как ты смог пробудить мое сознание, которое запечатано внутри этого меча своей кровью, значит ты мой потомок, без сомнения. Не бойся, того, что ты видишь сейчас, это остатки моего сознания, которые я запечатал 6 тысяч лет назад. Прежде чем я исчезну, я хочу подарить тебе подарок. Император начал говорить и, несмотря на то, что голос не звучал, его послание передавалось в сознание волной мыслей. Все, кто присутствовал здесь, могли ясно слышать императора тюрьмы. Ах ты, потомок императора? Старая драконья-черепаха в шоке посмотрела на Юэйяна. У вас маразм? Юэйян потерял дар речи. Он был кем-то из другого мира, у него не было бы ни капли крови императора тюрьмы. Как он мог быть его потомком? Потомок, о котором упомянул император тюрьмы, это, вероятно, Цань-Цань. Сюэуся отреагировала быстрее других. Она видела, как принцесса Цань-Цань выплюнула кровь на божественный меч, потому что была ранена его сопротивляющейся силой. Кровь брызнула на клинок, но теперь она уже полностью исчезла. Было очевидно, что кровь была поглощена божественным мечом. Из этого можно сделать вывод, что кровь принцессы Цань-Цань действительно разбудила оставшееся сознание императора, запечатанное в мече. Это невозможно. Принцесса Цань-Цань была шокирована, когда услышала Сюэуся. Прямо сейчас божественный меч сопротивлялся ей, так как же она могла быть потомком императора тюрьмы. Это все сейчас происходит на самом деле? Хозяйка города Лохуа чувствовала себя очень растерянной, вообще не понимая, что происходит. Фигура императора тюрьмы медленно начал собирать на своей ладони огромное количество энергии. Волна его мыслей снова начала передаваться. Мое дитя, хотя твоей нынешней силы все еще недостаточны, чтобы обладать божественным мечом, не сдавайся, я немного помогу тебе. Я надеюсь, что ты будешь лелеять этот божественный меч и не подведешь меня, раз уж я решил передать этот меч тебе. Пока принцесса Цань-Цань продолжала пребывать в состоянии шока и неверия, император тюрьмы собрал свою энергию и синхронизировал ее с силой божественного меча. В конце концов, оставшееся сознание императора, казалось, исчезло, когда две массы энергии соединились вместе, образуя шар света, который полетел прямо к принцессе Цань-Цань. Оглушительный рев тигра сотряс весь императорский дворец. Зверь-хранитель принцессы Цань-Цань, белый тигр, немедленно появился и начал развиваться в гигантского зверя, который был несколько метров от головы до хвоста. Он открыл рот и тотчас проглотил шар света, наполненный энергией. Зверь тут же превратился в столб света, который взмыл в небо, поднявшийся на большую высоту, прежде чем он снова вернулся к принцессе Цань-Цань. Поглотив энергию остатка сознания и божественного меча, тело белого тигра засветилось несравненно ярким золотым светом. Принцесса Цань-Цань, которая сдерживала себя и не желала повышать уровень доброжденной области, больше не могла сопротивляться огромному количеству энергии, которую белый тигр проглотил. Она закричала, когда ее все тело поднялось к небу и остановилось в воздухе неподвижно на высоте 10 метров. Тут же спонтанно появился ее гримуар, и столб золотого света охватил все ее тело, простираясь почти до 100 метров в небо. Столб золотого света, казалось, соединял небо с землей. Многочисленные древние руны и небесные руны собрались в рунический образ, который медленно расширялся и становился гигантским свирепым на вид тигром. С другой стороны, божественный меч спонтанно полетел к столбу света, купаясь в золотом свете вместе с руническим образом тигра и гримуаром принцессы Цань-Цань. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем это шокирующее зрелище прорыва во врожденную область наконец закончилось. Ослепляющий золотой свет медленно рассеялся. Принцесса Цань-Цань, которая вошла во врожденную область, держала в руках божественный меч императора тюрьмы, который пылал золотым светом. Удар мечом. Удар меча мгновенно вспыхнул и быстро исчез. И тут беззвучно, изнутри запечатанного пространства появилась огромная трещина до второго зала снаружи, как будто само пространство было разорвано. Забудьте о других. Даже принцесса Цань-Цань никогда не думала, что ее один удар будет настолько сильным. Слава богу. Оказывается, у императора тюрьмы есть потомки. Старая черепаха одновременно плакала и смеялась. Что касается принцессы Цань-Цань, получившей признание и наследие божественного меча лично от сознания императора, у него не было больше никаких сомнений. Он чувствовал только трогательное и глубокое чувство благодарности. Все это время он считал, что все потомки императора тюрьмы вымерли. Он никогда не думал, что эта героическая, красивая девочка на самом деле окажется потомком одного из детей императора тюрьмы, которому удалось спастись. Юйян потерял дар речи. Он сумел обмануть божественный меч, используя жемчужину человеческого короля, чтобы тот признал его своим хозяином. Первоначально он мог бы сам использовать божественный меч, однако из-за вмешательства оставшегося сознания этого императора тюрьмы, который позволил своим собственным потомкам овладеть божественным мечом, Юйян остался с пустыми руками. Император мог сделать это из доброй воли, но он, вероятно, никогда не думал, что тот, кто вытащит его божественный меч, окажется не его потомком, а мальчиком из другого мира, который сжульничал, используя жемчужину человеческого короля. Поэтому, как только он вмешался, Юйян усуждено было остаться с носом. Божественный меч теперь признал его своим хозяином, но Юйян не сможет его использовать. Единственный, кто мог использовать его, был потомком императора. Не его законный, совершенно законный хозяин, а потомок, которого император тюрьмы узнал сам, принцесса Цаньцань. К счастью, принцесса Цаньцань использовала божественный меч. Если бы это был другой человек, Юйян действительно впал бы в депрессию и повесился. В то же время принцесса Цаньцань тоже чувствовала себя не совсем хорошо. Хотя божественный меч следовал за пожеланиями императора, он отверг ее, потому что она была девочкой, а не императором. Следовательно, их совместимость не могла достичь 100%. Получив этот божественный меч, она не только не смогла использовать всю его силу, но она также получила дополнительный титул потомка императора тюрьмы. Может ли быть, что ее предок был истинным императором тюрьмы? Она не осмелилась бы спросить у отца об этом, неправильно так безрассудно приписывать себе предков. Если бы Юйян приобрел этот божественный меч, его сила значительно бы увеличилась. Из всего, что могло случиться, после того, как он потратил жемчужину человеческого короля, успешно присвоив себе божественный меч, случилось то, что он просто не мог использовать меч. Забудем об этом, не всегда все идет так, как мы хотим. Юйян притворился, что ему плевать, но в действительности он немного завидовал. Это все этот старый император тюрьмы виноват. Я думаю, что ты выглядишь круче, когда используешь магический клинок Хуэйцзинь в бою. Этот божественный меч выглядит как железяка, он настолько уродлив, что его нельзя даже сравнить с твоим серпом луны. Лохуа поспешила успокоить его. С другой стороны, Юйя Юй, его вторая сестра, действительно смеялся в тайне. Она знала, что ее драгоценный брат был рожден под счастливой звездой. С тех пор, как он ворвался в замок клана Юйя со своей сестрой и четвертой матерью, Юй Юй никогда раньше не видела, чтобы он попадал в подобную жалкую ситуацию. Кто бы знал, что оставшееся сознание императора так облапошит Юйяна. Может быть, это и хорошо. Сюйя Уся действительно думала, что это было скрытое благословение. Ум-ум. Послушная Сиа Вэнли кивнула в знак согласия. Принцесса Цань-Цань действительно не знала, как успокоить Юйяна. В конце концов, она изменила свое отчужденное поведение, что она всегда показывала ему и обняла его, считая это компенсацией. Прямо сейчас вокруг было слишком много людей, иначе она, вероятно, утешила бы его еще больше. Однако, кроме девочек, здесь была и старая черепаха, которая была чужаком. Она не могла рисковать своей честью. Поскольку ему не удалось приобрести божественный меч, Юйян переключил свое внимание на гигантский котел. Этот гигантский котел Юйян однажды уже видел. Он видел его в храме Овна. Это котел, который может хранить предметы. Прим и Сым. Главу 52. Это котел, который выбрасывал предметы предыдущих претендентов на победу в храме Овна, когда Юйян бросал в него один золотую монету. В то время Юйян бросал в котел золотые монеты и приобретал взамен множество вещей, включая секретную карту сокровищ в каньоне смерти. Может быть, этот котел тоже хорош? Юйян достал несколько золотых монет и собирался бросить их в котел. Старая драконья-черепаха потеряла дар речи. Увидев это, он чуть не умер. Котел в храме Овнов может дарить предметы в обмен на золото. И, конечно, старая драконья-черепаха знала об этом. Однако он мог гарантировать, что тот котел и этот котел были двумя совершенно разными вещами. Даже если кто-то вложит деньги в котел, он определенно не сможет обменять их на что-либо, потому что этот котел, запечатывающий котел, ослепительный яркий белый свет выстрелил из котла. Не дожидаясь реакции других, из котла один за другим выплыли многочисленные шары света, как если бы они были рыбой на рыбной ферме, вырвавшейся на свободу. Что здесь происходит? Глава 346. Мин Юэ Гуан капли белого света выплывали из запечатанного пространства, как рыбная чешуя. Почти мгновенно они исчезали бесследно. В конце концов, остались только пучок света, внутри которого была девушка. Она была похожа на лунного эльфа с золотыми волосами, острыми ушками, серебристыми ногами и яркими глазами. Может быть, это была сестра Мин Жихаа? Мин Юэ Гуан Юэ Ян не мог не поразиться. Если судить по внешности, то эта Мин Юэ Гуан была совсем не похожа на Мин Жихаа. Мин Юэ Гуан была изящным, нежным эльфом, мягким, как проточная вода, в то время как ее брат был десятиметровым гигантом. Юэ Яна интересовала вот что, если эти двое были братом и сестрой, то, как же выглядели их родители, что произвели на свет таких отличных друг от друга сына и дочь? Мин Юэ Гуан, которая была окутана светящимися скоплениями света, медленно открыла глаза и посмотрела на Юэ Яна. Затем она поклонилась Юэ Яну уникальным приветствием врожденных. Если судить по типам тел, она определенно не могла быть сестрой Мин Жихаа. Однако, если это судить по мощи, то Мин Юэ Гуан, которая еще была слабой, потому что только что была освобождена из-под гнета своей печати, казалось, обладала силой, которая превосходила даже силу Мин Жихаа. Хотя Юэ Ян был достаточно суровым в плане эмоций, он не мог не почувствовать немного сожаления, когда увидел Мин Юэ Гуан. Если бы он знал, что Мин Юэ Гуан все еще обладала такой огромной силой даже после того, как его запечатали на 6000 лет, он не освободил бы ее так просто ради приобретения божественного меча. Конечно, даже если Юэ Ян не вытащил бы меч, Мин Юэ Гуан со своей силой, вероятно, смогла бы освободиться от печати в ближайшее время. Хотя я все это время спала, я получила сообщение, что мой старший брат передал мне. Он упомянула сделки, которую он заключил с тобой. Что касается установления мира с человеческой расой, этого же желает и мое сердце. У меня нет обиды на человеческую расу, это все просто недоразумения. Я благодарю вас за то, что вы выпустили меня. Надеюсь, в будущем мы сможем быть друзьями. Мин Юэ Гуан не говорила, она только слегка кивнула, но все, как будто слышали ее голос. Волна ее мыслей прозвучала в умах всех присутствующих. Эта волна мыслей была очень похожа на волну мыслей императора тюрьмы. Ее голос был еще яснее и отчетливее, чем голос императора тюрьмы. Что ты собираешься делать дальше? Спросил Юэ Ян. Покинуть божественный дворец императора тюрьмы и вернуться в небесную область. В настоящее время я еще очень слаба, я не могу оказать вам существенную помощь. Если однажды вы сможете посетить прекрасную небесную область, то разыщите меня, я помогу. Я член секты Солнца Луны, если вы захотите найти меня, это будет нетрудно. Волна мыслей Мин Юэ Гуан была передана не только Юэ Яну. Все могли слышать ее голос очень четко, включая старую черепаху. Вы, ребята, убили генерала Наня и многих других храбрых солдат. Ты даже напала на императора тюрьмы. Если ты хочешь уйти, ты должна будешь пройти через меня. Черепаха была вне себя от ярости. Что касается прошлых недоразумений, я очень сожалею. Мин Юэ Гуан медленно поклонилась черепахе. Затем она покачала головой и руками. Я не хочу драться с вами. Война с человеческой расой была ошибкой секты Солнца Луны. Я определенно не допущу, чтобы эта ошибка повторилась. Юэ Гуан Лун, я думаю, вы и сами осознаете, что вы мне не соперник. Даже если вы будете драться со мной в своем пиковом состоянии, вы не сможете повредить мне в моем нынешнем ослабленном состоянии. В эти шесть тысяч лет, что я была заключена в тюрьму Божественного Дворца Императора Тюрьмы, я размышляла над одним вопросом. Кто на самом деле создал эту ловушку и посеял разлад между нами, заставив сражаться друг с другом? Юэ Гуан Лун, вы должны знать, что за этой сценой есть какой-то другой кукловод. И не говорите мне, что вы все еще настроены сражаться до смерти со мной и позволить реальному подстрекателю продолжать избегать расплаты за свои грехи. Старая Драконья Черепаха внезапно обнаружила, что девушка была права. У него было слишком много врагов, но сейчас перед ним стояла Мин Юэ Гуан, что была слишком сильна для него. Он, который в настоящее время серьезно ранен и находится в процессе исцеления, определенно не сможет победить ее. Самое главное, человеком, которого Старая Драконья Черепаха хотел убить больше всего, был Божественный Генерал Императора Тюрьмы. Старая Драконья Черепаха не умер так легко, пока не убьет предателя. В противном случае он умрет с сожалением. Это трудное путешествие в Божественный Дворец Императора Тюрьмы и так зашло уже так далеко. Если они получат Божественный Посох Императора Тюрьмы, они смогут убить предателя, Божественного Генерала Императора Тюрьмы. Старая Черепаха действительно не хотела упустить эту возможность. Что касается убийства Мин Юэгуан, забудем о том, что у него не было такой возможности прямо сейчас. Даже если она и была бы, он все равно должен сначала убить Божественного Генерала Императора Тюрьмы. Этот предатель прожил 6000 лет без всякого наказания. Старая Драконья Черепаха не могла мириться с тем фактом, что этот предатель свободно бродил вокруг. Выбирая между двумя врагами, Старая Черепаха Дракона решила отбросить его меньшую обиду на Мин Юэгуан и подумать о способе убить Божественного Генерала Императора Тюрьмы. К этому врагу, который спал 6000 лет, Старая Драконья Черепаха почувствовал скорбь, потому что он не мог помешать ею идти. Он медленно вышел из запечатанного пространства, не желая смотреть, как его враг покидает это место в целости и сохранности. За пределами запечатанного пространства Мин Жихаа, с телом которой утратила свое обычное великолепие и было покрыто порезами и ушибами, тащил в запечатанное пространство Шафыя, который был также в ужасном состоянии и трех других воинов из Небесной области. Когда Мин Жихаа проходил мимо Старой Драконья Черепахи, соприкоснувшись рукавами, обе стороны повели себя так, будто они не увидели друг друга. Они ничего не говорили и просто шли своей дорогой. Когда Мин Жихаа, Шафы и трое других воинов Небесной области увидели Мин Юегуан, они явно были растроганы и проявили почтение. Они все опустились на колени, кланяясь Мин Юегуан. Мин Жихаа сформировал шарик света, наполненный энергией, и отдал его Мин Юегуан. Мы проиграли эту битву, но мы должны радоваться, что мы все еще живы. Будет надежда, пока мы живем. Мин Юегуан потянулась к шару света и быстро поглотила энергию. В то же время она повернула свою руку, что напоминало лилию и выпустила несколько нежных капель лунного света, которые поплыли к Мин Жихаа и Шафаю, обволакивая их и мгновенно исцеляя их раны. Мне не удалось перехватить фэншэньши, вам также не удалось выпустить печать вовремя. Нам обоим не удалось выполнить наши задачи, как хотелось бы. Прежде чем мы уйдем, позволь мне дать слово совета, как союзнику. Мин Жихаа поднял голову и посмотрел на Юияна. Два великих мастера, вероятно, проснутся через час. Они смогут вырваться из запечатанного гроба. Раз вы, ребята, не смогли остановить пробуждение, немедленно покиньте это место. С вашей нынешней силой, нам и вам их не победить. Еще через сто лет ты, вероятно, сможешь стать следующим императором тюрьмы и стать самым сильным воином среди человеческой расы. Но прямо сейчас, можете ли вы, ребята, покинуть это место? Юиян был немного смущен. Они могли покинуть это место даже под влиянием печати императора тюрьмы. Он не может, но как небесная запечатывающая леди, я должна быть в состоянии отвергнуть волю императора тюрьмы. Мин Юи Гуан поклонилась Юияну и девушкам снова, когда она вызвала гримуар, сияющий ярким светом. Юиян поднял брови, когда обнаружил, что это на самом деле был священный гримуар. Во всем мире было всего 100 священных гримуаров, и это Мин Юи Гуан фактически обладала одним из них. Хотя ее священный гримуар не был таким сильным, как священный гримуар императрицы Фейвэмли, Мин Юи Гуан все еще обладала священным гримуаром. Хотя Юиян слышала о ее настоящей личности от Аньгэ, он не мог не поразиться. Обладание платиновым гримуаром и бриллиантовым гримуаром было уже необыкновенным событием, а у нее был священный гримуар. Разве это не означает, что она была самым сильным человеком в мире? Мин Юи Гуан окутала Мин Жихуа, Шафы и других чрезвычайно красивым, нежным и особым доменом силы, лунным светом, и переместила их в мир своего гримуара. В конце концов, она помахала Юияну и уже собралась уходить. Внезапно она остановилась, обернулась и немного улыбнулась, затем спросила своим небесным голосом. Вы уже поняли, что я одна из трех великих мастеров Западной Небесной области? О, ты одна из трех великих мастеров Небесной области? Юиян уже знал заранее об этом, когда в последний момент их посетил Аньгэ и рассказал им все секреты, которые знал. Из-за этой информации Юиян и девочки решили работать вместе с Мин Жиха и вытащить Божественный меч Императора Тюрьмы, одновременно выпустив Мин Юи Гуан. Ты явно преувеличиваешь свою реакцию, ведь мои чувства говорят мне, что ты уже знал, кто я. Мин Юи Гуан выглядела немного заинтересованной, когда она снова спросила. Не мог бы ты объяснить мне, почему ты решил вытащить Божественный меч Императора Тюрьмы и освободить меня? Ты не боялся, что я убила бы тебя, когда меня выпустят? Не сомневайся, что у меня есть сила сделать это, хотя я сейчас очень слаба, я все равно легко могу убить человеческого воина ниже врожденного 10го уровня, если я не вытащил бы Божественный меч Императора Тюрьмы. Сколько времени тебе понадобилось бы, чтобы выйти из-под печати по самой? Спросил ее Юиян в ответ. Три дня максимум. Некоторое время Мин Юи Гуан была занята оценкой. Если ты можешь вырваться на свободу самостоятельно, тогда почему Мин Жихао срочно искал моего сотрудничества? Юиян снова спросил. Потому что он не хотел, чтобы я проснулась после двух других великих мастеров. Время. Эта жизнь ответила Мин Юи Гуан. Когда мы освободили тебя, почему ты не воспользовался возможностью, чтобы убить нас? Разве ты не сказала, что у тебя достаточно сил, чтобы убить всех нас? Почему ты этого не сделала? Спросил Юиян, так же спокойно, как будто он спрашивал ее о том, что они будут есть на обед, а не о его жизни и смерти. Ты моложе Императора Тюрьмы, поэтому ты ужаснее, чем он. Прости меня, но я думаю, что слово ужасен более уместно, чтобы описать тебя. Мин Юи Гуан обернулась, и ее фигура медленно исчезла в домене силы лунном свете. Тем не менее, ее последний ответ был передан Юияну через волну мысли. Вообще-то, я думала убить тебя, но сразу же передумала, когда открыла глаза. Я не была бы так свободна, если бы попыталась убить потомка восточного бессмертного племени, который может быть воскрешен пламенем Нирваны каждый раз, когда умирает. Так не поступил бы умный человек, и тем более я, обладающий истинным зрением лунных глаз. До свидания, молодой человек, которого защищает бессмертный зверь. Когда у тебя будет сила императора тюрьмы, я буду не прочь разделить с тобой западную небесную область. Эта девушка, у нее действительно большой аппетит. Юи Ян тайно вздохнул. Он понял, что Мин Юи Гуан предлагал ему объединиться, чтобы убить двух других великих мастеров небесной области. Остался час. Мы можем поспешить? Сюся нахмурилась. Я могу поспорить, что вы, ребята, не сможете войти в третий зал через час, не говоря уже о том, чтобы вмешиваться в церемонию воскрешения. Чтобы оттянуть время, мы пожертвовали многими товарищами. Если бы вы, ребята, не зашли сюда, мы могли бы продолжить спать и покинуть этот божественный дворец императора тюрьмы еще через сто лет, не жертвуя ничем. Хуже всего было то, что вы, ребята, даже осмелились объединить усилия с Мин Жихао и выпустили устрашающего врага, которого вы, ребята, никогда и не ожидали. На самом деле это был один из трех великих мастеров Мин Юи Гуан, которая скрывала свою личность. Она не смогла убежать в небесную область и была запечатана внутри божественного меча императора тюрьмы. Вы поспешили, вы полностью сорвали план, о котором мы думали пять тысяч лет. Прямо сейчас я действительно больше не могу выносить свой гнев, я должен проучить вас, ребята. Когда вы перевоплотитесь в своей следующей жизни, помните одно, никогда не вызывайте мой гнев. В запечатанном пространственном коридоре звучал голос гиганта, похожий на ревущий шторм и гром. В тот момент, когда он открыл рот, он немедленно прыгнул вперед в направлении Юи Яна и других, как ураган. Фэн Шэньши нерешительно спросил Юи Ян. Я не хочу тратить время на разговоры с тобой. Подходи и умри, раздражающий человечек. Прозрачный гигантский человек бросился вперед, словно ветер, и исчез бесследно. Вне этого коридора старая черепаха была снесена великой силой и снова была отправлена внутрь запечатанного пространства, как ядро из пушки. Когда Юи Ян поймал его, старая драконья черепаха, которая всегда выглядела спокойной и невозмутимой, обнаружила паническое выражение. Он указал на второй зал за запечатанным пространственным коридором, его губы слегка дрожали, когда он сглотнул слюну и сказал, берегитесь. Снаружи два зверя-гоблина. Эти звери-гоблины, вероятно, из Небесной области и только что проснулись. Они очень голодны, вы, ребята, не должны недооценивать их. Юи Ян был слегка ошеломлен, когда услышал черепаху. Звери-гоблины. Глава 347. Звери-гоблины. Сороконожки Небесной области. Звери-гоблины были родом низконтинента стремительного дракона. Они были монстрами, которые существовали только на верхних этажах башни Тунтянь. Звери-гоблины вообще жили в землях восточного племени гоблинов, деля с ними территорию. Звери-гоблины, обладавшие интеллектом, после некоторого периода эволюции превращались в низкоранговых соплеменников восточного племени гоблинов. Например, сливовый леопард и братья Сюн, сражавшиеся с Юи Яном во время последнего турнира, произошли от зверей-гоблинов. Конечно, не у всех зверей-гоблинов был шанс эволюционировать. Чтобы развиваться, зверь-гоблин должен выполнить ряд условий. Трудность превращения в соплеменника восточного племени гоблинов была такой же, как у нормального зверя, развивающегося в золотого королевского зверя. Приняв знание, что мать жалкого парня передала ему, Юи Ян узнал секрет. Те звери-гоблины, которых боялись даже врожденные, были не обычными зверями-гоблинами, а зверями-гоблинами, пришедшие из более высокой области. Например, с 10 этажа башни Тун тянили Небесной области. Зверей-гоблинов Небесной области существовали только в легендах. Согласно записям, полученным от матери жалкого парня, у этих зверей-гоблинов может никогда и не быть интеллекта, эквивалентного человеческому, но у зверей-гоблинов Небесной области отмечалось чрезвычайно огромное и сильное тело. Их нельзя было бы сравнить с обычным зверем-гоблином или зверем-демоном нормального ранга. Говорилось, что у любого зверя-гоблина Небесной области была возможность убить низкоуровневого врожденного. Звери-гоблины Небесной области были сущим кошмаром для врожденных. К счастью, они жили только на верхних этажах башни Тун тянь, поэтому они не представляли никакой угрозы человечеству. Как только он услышал, как старая драконья-черепаха упомянула зверя-гоблина, Юэйян сразу понял, что эти звери-гоблины были выпущены в Иншэньши, чтобы помешать ему. Все оставайтесь здесь, я выйду и посмотрю. Юэйян достал свой магический клинок Хуэйцзин и быстро вылетел из запечатанного пространства. В конце прохода в запечатанном пространстве находился второй зал. Когда Юэйян вышел, к своему удивлению, он нашел там двух гигантских сороконожек, длина которых превышала 100 метров. Они жестоко нападали на подчиненных Ниго. Кроме Ниго, который был врожденным 6го уровня и двух других воинов Небесной области, которые были врожденным 5го уровня, которые продолжали сражаться отчаянно, более дюжины были уже убиты. Все звери, которых они призвали сражаться с двумя гигантскими сороконожками, были убиты мгновенно. Кем бы ты ни был, пока у тебя есть гигантское тело, ты будешь ужасающим созданием. Муравьи маленькие и слабые, но когда они превращаются в огненных красных муравьев, они становились кошмаром наемников. Нормальных многоножек было бы легко убить, просто наступив на них. Однако сороконожки-монстры были ужасающими. Самым сильным зверем рода сороконожек, вероятно, будет красноволосый властный король сороконожка. Это был король всех многоножек, который был более 30 метров в длину. Его внешняя оболочка была твердой, как железо, и не могла быть повреждена лезвиями мечей. Его многочисленные ноги были острыми, как копья, и в его клыках был яд, который мгновенно убивал врагов. Властный король сороконожка мог даже убить пылающего льва, боевого зверя Кода, гигантского мамонта и других сильных зверей. Однако его не было на континент стремительного дракона. Чтобы увидеть его, нужно было пойти, по крайней мере, на шестой этаж Тунтянь башни. Властный король сороконожка, достигший зрелости, становился одним из пяти великих королей-насекомых, среди которых были богомол-жнец, дьявольский паук, великий боевой скорпион и пчела демонического яда. Среди этих пяти, властный король сороконожка и богомол-жнец были самыми сильными в плане борьбы. Если богомол не мог бы летать, властный король сороконожка мог быть даже сильнее его. Властный король сороконожка был длиной всего 30 метров, но он мог выжить на шестом этаже башни Тунтянь. Тогда насколько пугающими были эти гигантские сороконожки небесной области, которые были более 100 метров в длину, в 3 и даже в 5 раз больше, чем властный король сороконожка. Юи Ян понял, что он не мог разглядеть силу сороконожек даже его острыми ощущениями. Хотя они были определенно не так сильны, как Минжиха или Хуанша, по сравнению с существами человеческого размера, эти сороконожки небесной области были просто слишком сильны. Эти две сороконожки небесной области не только имели огромные тела, они также были очень быстрыми и подвижными, до такой степени, что это было просто нелепо. В большом зале был также лесной удав. Его только что вызвал его хозяин. К сожалению, он даже не успел напасть, прежде чем одна из сороконожек небесной области бросилась к нему и быстро впилась в голову лесного удава. Внедряя яд глубоко в голову врага, она использовала свои острые ядовитые ноги, чтобы нанести удар по телу лесного удава, который был более 30 метров в длину. Гигантский лесной удав, который был 8го уровня золотого ранга, подвергся нападению, как слабая жертва. Кровь вытекла из десятков отверстий, которые появились на его теле. Лесной удав даже не имел возможности бороться, он рухнул прямо на землю. Не прошло и 10 секунд, как могучий лесной удав, который мог убить всех и вся на своем пути, был мгновенно убит без всякой возможности бороться. Его хвост лишь слегка дернулся перед смертью. Что касается этой сороконожки небесной области, то ей было все равно на то, что вокруг были враги, которые хотели напасть на нее, она сразу же поглотила удав. Процесс был чрезвычайно кровавым и жестоким. Сюся и принцесса Цань-Цань, последовавшие за Юрияном, увидели такую страшную сцену, и их лица сразу побледнели. Увидев стометровую гигантскую сороконожку, пожирающую лесного удава неподалеку от них, это была поистине ужасающая сцена, с которой не мог бы справиться обычный человек. Окруженный двумя сороконожками небесной области, с запечатанным пространством в качестве центра, получалось, что весь второй зал окружала гроза и вихрь ветра. Стена ветра, которая была еще холоднее торнадо, не позволяла никому уйти или войти. Все, оказавшиеся в ловушке, в конечном итоге станут пищей сороконожек небесной области. Это применимо не только к Юрияну, но и к Него и его подчиненным. Чтобы не дать Юрияне уйти, Фэн Шэньши поместил артефакт во второй зал. Сила этого артефакта вызвал в одно из самых известных заклинаний в небесной области, заклинание ревущего ветра. Никто из живых существ не сможет пролетать сквозь заклинание ревущего ветра. Даже если они попытаются пройти, их скорость движения также будет значительно уменьшена. Юрияне не сумел проверить силу заклинания ревущего ветра, когда подчиненные Него встретили свой трагический конец. Ревущий ветер в сочетании с двумя зверями-гоблинами приведут их всех лишь к трагической гибели. Сороконожки небесной области, которые умирали от голода, убивали все, что попадалось им на глаза. Чего больше всего опасаются сороконожки? Юрияне подумал, что физически атаковать их будет определенно трудно. Сначала они должны найти слабость сороконожки и использовать ее для нанесения смертельной раны. В противном случае, даже если эти сороконожки небесной области не двигались бы вообще, даже если бы он мог нападать на них как он только хотел бы, ему, вероятно, понадобилось бы полдня для того, чтобы убить одну из них. Сороконожки боятся цыплят. Сюся знала правильный ответ. Тогда, похоже, мы должны найти цыпленка высотой не менее 100 метров, иначе он не сможет съесть этих сороконожек из небесной области. Юрияне потерял дар речи. Курица ест сороконожек. Проблема заключалась в том, где найти цыпленка высотой в 100 метров, чтобы он съел сороконожек. Кроме того, это были сороконожки небесной области, звери-гоблины. Они вообще может и не бояться цыплят. Они могли просто забыть об использовании цыплят для борьбы с этими многоножками. Тем не менее, то, что беспокоило Юрияна больше остального, это не эти сороконожки небесной области. Хотя они выглядели так, как будто они оголодали, они не представляли для него угрозы. Реальная проблема заключалась в том, как оставить заклинание ревущий ветер. Два великих мастера небесной области проснутся всего через час. Если бы они не остановят церемонию воскрешения, последствия будут ужасными. Как он мог избежать этих двух сороконожек небесной области, пройти сквозь стену заклинания ревущего ветра и остановить Фэншэнши от воскрешения двух великих мастеров небесной области? Пока Юриян обдумывал все это, воины небесной области, которые достигли второго зала, умирали в битве и становились пищей. Него и два других сильных мастера были бледны, как смерть. Они использовали древние заклинания невидимости и спрятались в углу второго зала. Несмотря на то, что их товарищи убивали поодиночке, и они продолжали кричать от боли, они не решались спасать их, опасаясь, что сами пострадают. Немногие оставшиеся воины небесной области отчаянно цеплялись за свою жизнь. Некоторые из них слили свои тела со своими зверями и превратились в гигантских монстров высотой 20 метров. Конечно, их гигантское тело было ничто по сравнению с сороконожками небесной области. Перед стометровой сороконожкой их гигантское тело было чрезвычайно маленьким. Даже если сороконожки небесной области наносили слабые удары, их противники падали и катились по земле от удара. Никто не смел драться с этими двумя ужасными зверями-гоблинами. Некоторые стреляли огнями, чтобы отвлечь внимание сороконожки, а некоторые вызвали пылающий огонь, чтобы защитить свои тела. Были и такие, кто размахивал своими гигантскими клинками и атаковал тело зверей-гоблинов. Однако это все оказывалось бесполезным. Любое физическое нападение на тела этих сороконожки небесной области просто вызывало бы искры огня. Забудьте о том, чтобы разрезать те внешние оболочки, которые были так же прочны, как железо. Даже отрубить одну из их ног было чрезвычайно сложно. Огонь, лед и другие стихийные атаки не показали какого-либо особого эффекта при атаках на сороконожек небесной области. Когда Юиян увидел это, он был в шоке. Защита двух сороконожек небесной области была просто слишком сильна. Обычные атаки были совершенно бесполезны. Физические атаки на них были эквивалентны атакам обычных наемников, пытавшимся напасть на Геркулеса Носорога. Две сороконожки небесной области окружали десять воинов небесной области. Если воины небесной области не смогут ускользнуть от них, их немедленно убьют. Однако всякий раз, когда кто-то пытался пройти через стену ветра, чтобы покинуть второй зал, Сороконожки немедленно использовали высочайшую скорость, чтобы преследовать и убивать беглецов, загрызая их до смерти, прежде чем им удастся уйти. Даже двадцатиметровый воин небесной области, который сплавил свое тело со своим вызванным зверем, не мог продержаться ни минуты не став пищей для этих сороконожек. Кроме Него и двух других товарищей с сильными способностями, все другие воины небесной области были не способны избежать нападения сороконожек и заклинания ревущего ветра. Две сороконожки небесной области были чрезвычайно хитры. Сначала они убивали и проглатывали вызванных зверей воинов небесной области, наполняя их животы. Это буквально давало маленькую надежду воинам небесной области. Это заставляло воинов небесной области чувствовать, что в какой-то момент эти звери-гоблины смогут насытиться и решат отпустить их. Однако, с точки зрения Юияна, забудьте о немногих людях и зверях перед этими сороконожки. Даже если бы там было более ста воинов небесной области и их зверей, они не переставали бы пожирать всех и каждого. Две сороконожки царства небес были существами с достаточным интеллектом, чтобы вывести такой хитрый план. Это была их врожденная способность давить на своих врагов, позволяя врагам пожить подольше, а затем медленно пожирать их после пыток и террора. Более того, испуганные жертвы не смогут сражаться со стопроцентной силой. Давайте воспользуемся возможностью, пока эти сороконожки не закончили жевать этого парня. Я думаю, нам следует сделать наш ход, иначе будет слишком поздно. Принцесса Цань-Цань крепко схватила божественный меч. Хотя она уже прорвалась во врожденную область и владела божественным мечом, она не могла быть уверена, что сможет нанести урон этим двум сороконожки небесной области. Нет, давайте немного подождем. Юэйян знал, что, если они окажутся с захваченными воинами небесной области, их общая боевая сила будет намного больше. Тем не менее, он не думал, что они смогут убить двух сороконожки небесной области только с несколькими дополнительными воинами небесной области. Если бы этих двух сороконожки небесной области можно было бы легко убиты, Фэн Шэньши не выпустил бы их. Юэйян подумал об этом и покачал головой, чтобы отклонить предложение принцессы Цань-Цань и ответил серьезным тоном. Вы, ребята, оставайтесь здесь, даже носа не показывайте. Я сама становлю церемонию воскрешения. Принцесса Цань-Цань сразу же отказалась. Ну уж нет, ты не можешь бросить нас. Кроме того, ты не сможешь выиграть сражение с Фэн Шэньши в одиночку. Она знала, что Юэйян имел в виду, он не хотел, чтобы другие рисковали своей жизнью. Своим навыком шести записей она могла почувствовать слабое чувство. Ей казалось, что Юэйян угрозит серьезная опасность, если он уйдет. Однако она не могла более четко определить, в чем был источник опасности. Неужели они действительно смогут остановить церемонию воскрешения двух великих мастеров? Успеют ли они? В сердце принцессы Цань-Цань царил Хаос. Она не могла быть уверена ни в чем. Следовательно, она решительно отказалась от мысли Юэйяна пойти одному. Даже если бы они не могли оказать ему достаточную помощь, даже если бы их помощь ничего не решила бы, все равно было бы лучше отправиться туда всем вместе. Сюэуся, с другой стороны, отреагировала по-другому. Обычно она не соглашалась с мнением Юэйяна. Однако в этот критический момент она безусловно поддержала его решение. Она знала, что у Юэйяна должна быть своя причина для такого поступка. Хотя он никогда не упоминал о своей причине, это определенно должна быть его наилучшая идея. Если бы это был не лучший выбор, он бы его не сделал. Следовательно, Сюэуся решила оказать ему полную поддержку. Более того, она помогла бы ему убедить других поддержать его идею. Сейчас ему нужна была поддержка всех. Она внезапно протянула руки, обняла Юэйяна и низким голосом решительно прошептала. Я понимаю, мы будем ждать тебя. Глава 348. Сильнейшая замораживающая способность уся ревущий ветер была заклятием всех летающих зверей. Это был не врожденный навык, а особый вид заклинания. Для его наложения требовался специальный артефакт. Стены ветра, созданные вихрем заклинания ревущего ветра, имели сильную способность противостоять полету. Чем выше враг мог взлететь, тем сильнее была сила притяжения Стены ветра и вихря. Стены ветра были сделаны из множества торнадо, способных раздробить любой объект. Самой важной была его таинственная связывающая сила, которая могла остановить телепортацию и трансформацию. Короче говоря, когда кто-то попадал в ловушку заклинания ревущего ветра, ему было бы очень трудно избежать ограничений. За исключением владельца, который наложил заклятие или кого-то с иммунитетом к ветровым воздействиям, все остальные были бы затронуты. Его единственной слабостью было то, что это заклинание имеет временные рамки. Примерно через два часа оно постепенно ослабеет и исчезнет. Однако эта информация не принесла пользу Юияну. Юиян спешил отправиться в гробницу третьего дворцового зала, чтобы остановить двух великих мастеров от воскрешения. Естественно, он не мог дождаться, когда заклинание ревущего ветра исчезнет само собой. Сила ветра, верно? Раньше Юиян уже понял сердце природы. Кроме того, он также культивирует врожденный невидимый мечцы, который был врожденным боевым искусством. С этими двумя навыками он обладал уникальным пониманием энергии жизни и энергии стихий. Юиян многому научился у Большой Лали. Однако он обычно не очень хорошо использовал ветер и землю. Вместо этого он использовал способность огня Ян и способность воды Инь. Прямо сейчас заклинание ревущего ветра перед ним было лучшим испытанием, которое он мог получить. Несмотря на то, что Юиян не был экспертом в силе ветра, он хотел испытать тайну покорения заклинания ревущего ветра. ХСССС. Две сороконожки Небесной области обнаружили свою добычу Юияна, который только что вышел из укрытия. Увидев это, Сюяуся была поражена. Она заметила детали, которые раньше не замечала. Сороконожки Небесной области не могли найти запечатанное пространство до этого, но после того, как Юиян покинул столбы семи звезд, они немедленно обнаружили Юияна. Это заметил и Него, и его два товарища, которые прятались в углу второго дворцового зала. Они немедленно приготовились скрыться в безопасности запечатанного пространства. Те немногие оставшиеся воины Небесной области также развернулись и направились к столбам семи звезд. Одна из сороконожек Небесной области быстро преследовала их. Ее стометровое тело было таким же быстрым, как молния. Ее сотни ног сформировали уникальные ряды ноги. Ее целью был фактически самый сильный из них – Него. Она рванула, как пуля, ее скорость увеличилась в 10 раз. Ее рот с ядовитыми клыками широко раскрылся, и она яростно попыталась укусить Него, у которого были синие крылья, сделанные из ртути, но они не могли летать. Сущность Него хмыкнул. Все его тело внезапно превратилось в расплавленную ртуть и обратилось в жидкое состояние. Атака ядом стала неэффективной против Него. Сороконожка Небесной области открыла рот и начала сосать. Она хотела всосать Него в живот. Однако в то же время тело Него стало похожим на сталь. Его ноги стали шипами, глубоко пронзающими землю и застопоривая его на месте. Какой бы сильной ни была всасывающая мощь сороконожки Небесной области, она не смогла сдвинуть его тело и на дюйм. В конце концов, у Него была сила врожденного 6-го уровня. Раз уж сороконожка Небесной области захотела убить его, то ей придется нелегко. Очень быстро сороконожка Небесной области изменила свою цель. Ее целью стали не в два товарища Него, что были врожденными 5-го уровня, а кое-кто, кто едва дотягивал до врожденного 2-го уровня. Этот человек вызвал ящера-наблюдателя золотого ранга и объединился с ним. Его тело стало больше 30 метров в длину. Золотистая кожа ящера-наблюдателя была как щит, защищающий все его тело. На его спине, голове и четырех конечностях были острые шипы. В паре мешков под глазами выделялась ядовитая кровь и вонючий сок. Любого, кто чувствовал этот запах, выворачивало наизнанку. Однако все эти методы защиты не помогли спасти его жизнь. Тело многоножки Небесной области двигалось со скоростью метеора. Ее огромный рот сердито укусил огромную голову врожденного 2-го уровня из Небесной области и ввел внутрь яд. Жертва взвыла от боли. Кроме того, что она, жертва, изо всех сил боролась, она также выстрелила зеленый яд и красный сок в тело сороконожки Небесной области, надеясь отогнать ее. Яд и сок, объединенные с твердым панцирем сороконожки, издавая шипящие звуки. Они разъели огромный кусок панциря. Однако это не смогло нанести смертельных ранений. Вместо этого сороконожка Небесной области очень разозлилась. Его многочисленные ноги поднялись, как длинные пики, и глубоко пронзили огромное тело врага. Его твердые чешуйки были похожи на папиросную бумагу, которую пронзила беспрепятственно. В мгновение ока он упал на землю. Но прежде чем яд убил его, сороконожка Небесной области атаковала тело врага. Пока он был жив, сороконожка, открыв рот, пожирала его. Это было действительно больно настолько, что лучше бы уж умереть. Другая сороконожка Небесной области, преследующая Юияна, столкнулась с небольшой проблемой. Сороконожка Небесной области, которая была полна уверенности, когда она преследовала Юияна, внезапно обнаружила, что этот человек был чрезвычайно быстр, намного быстрее, чем его предшественники. Самое странное, что этот человек исчез фактически перед ветровой стеной, как будто он вообще не был затронут заклинанием ревущего ветра. Он удивил ее до глубины души. Него не хотел заниматься Юиянем и его товарищами, он мог только заботиться о своей маленькой жизни. При первом же шансе он немедленно прыгнул в запечатанное пространство. Хоть Сюяуся и принцесса Цаньцань смотрели на него, как хищники на жертву, они были намного лучше, чем эти две сороконожки Небесной области, которые все никак не наедались. Подходите. Принцесса Цаньцань знала, что враг был врожденным воином 6го уровня, но теперь она обладала божественным мечом императора тюрьмы, поэтому у нее было достаточно уверенности в том, что она победит ее противника. К тебе то, с твоим то, то один им уровнем врожденной области, Него фыркнул от презрения. Тем не менее, он все же отдал ей должное из-за божественного меча. Без божественного меча он даже не взглянул бы на принцессу Цаньцань. Врожденный уровень 1, он мог бы убить их несколько в любое время, независимо от того, являются ли они людьми или монстрами. Для него, что врожденный 6го уровня, что врожденный 1го уровня все одно. Еще есть мы. Сюяуся ответила спокойно. Она потащила принцессу Цаньцань вперед, а не назад. И когда Него собирался напасть на них и убить на месте, луч света вспыхнул и пронесся через все запечатанные пространства. Него развернул свои 4 крыла и протянул свои тигровые руки, защищаясь от света Авроры. Он активировал защиту Ц для защиты своего тела. Когда свет Авроры добрался до него, Него обнаружил, что он недооценил силу этого света Авроры. На первый взгляд этот свет Авроры не выглядела особенным. Однако, когда он упал на него, Него был удивлен, что свет Авроры был в 10 раз более плотным, чем обычный свет Авроры. Его сила была намного выше, чем он себе представил. Него тут же вызвал зверя с серебряными крыльями. Он держал в руках большой меч и заблокировал свет Авроры перед Него, его хозяином, используя свое тело, чтобы принять страшный удар света Авроры вместо хозяина. Свет Авроры быстро исчез, и Него вздохнул с облегчением. К счастью, эта атака продолжалась недолго. В противном случае он действительно получил бы тяжелую рану. Он посмотрел на свою ладонь и обнаружил, что его руки, у которых была защита циврожденного 6го уровня, действительно были серьезно обожжены. Его ладонь обгорела, его кожа была ранена до такой степени, что кости были видны. Он получил этот урон после защиты Бёрдмана с серебряными крыльями. Без его защиты его руки, вероятно, исчезли бы. Него поднял глаза и посмотрел на своего зверя. Он был потрясен увиденным. Тело Бёрдмана испускало дым, его перья были полностью сожжены. Все его тело было черным, как у цыпленка, которого бросили в огонь и сожгли до полусмерти прежде, чем он вырвался из огня. Великий меч, который он использовал для защиты своего тела, первоначально был оружием с серебряным рангом, но он был полностью уничтожен. Тебе дорога уже заказана. Принцесса Цань-Цань сохранила много энергии. Над ее головой появилось изображение белого тигра. Божественный меч выпустил ослепительную вспышку золотого света, которая была несравненно яркой, как солнце. Удар меча. Ужасающая сила, которая может поколебать небо и землю. Него быстро избежал этой атаки, которая могла легко убить в одно мгновение. Божественный меч был оружием с мифическим рангом, даже если владелец не мог полностью использовать его силу, его все же нельзя было недооценивать. Него уже отбежал далеко, прежде чем удар его настиг. Меч Ци от меча был еще быстрее, и он прошелся по плечам, создавая огромную трещину по всему проходу внутри запечатанного пространства. Раз этот удар ранил тело Него, он считал, что даже если он воспользуется своей силой сущности для восстановления, ему, вероятно, потребуется длительное время. В течение этого времени восстановление у его врага, вероятно, было бы достаточно времени, чтобы разрезать его тело на миллионы частей. Хотя он обладал силой сущности, это не означало, что у него было бессмертное тело. Даже если вы обладаете бессмертным телом, получение прямой атаки оружия с мифическим рангом обязательно вызовет мгновенную смерть. У вас еще есть ходы? Хихикнул Него. Как они могли подумать об убийстве его врожденного 6го уровня, имея только эти способности? Разве они не поставили себе слишком высокую планку? Если у них не было бы божественного меча императора тюрьмы, такие атаки были бы бесполезны против него. На самом деле, кроме того человеческого мальчика, который обладал колесом истребления мира и огнем нирваны, которого чуть ли не боялся Него, его вообще не интересовали другие. Этот ненормальный человеческий мальчик уже ушел, сейчас осталось лишь несколько слабых женщин. Что они могли сделать? Если бы не было божественного меча, он мог бы определенно убить своих врагов, в том числе эту цепкую и упорную старую черепашку, которая просто не могла никак умереть. Штормовые волны. Юи-Юи вызвала ее штормовые волны и атаковала мощным потоком. Вы пытаетесь заставить меня помереть от смеха? Него почувствовала, что эти женщины сошли с ума. Почему они пытаются напасть на него водой? Он не был Хуанша, что вода может сделать с ним? Шумный ублюдок. Сюся холодно хмыкнула и подняла руки. Медленно она сформировала круг древних рун. На ее теле взорвалась способность замораживающего льда. Позади нее ледяной гигант и ледяной змей-демон, которые беззвучно объединились, создали еще более холодную атмосферу, поддерживая способность Нью-Юся, атакующую Него. Чувствуя, что что-то идет не так, Него немедленно полетел к Сюся. Он собирался с силой атаковать кулаком. Он хотел убить Сюся в одно мгновение этим ударом. Однако, в тот момент, когда его удар достиг Сюся, несравненно сильная, просто экстремальная способность инь мгновенно заморозила тело Него, беспощадно превратив его в ледяную статую. Эта ледяная мощь не была чем-то таким, что Юи-Ян мог бы победить со своей способностью Ян, не говоря уже о Него. В этом мире, кроме пламени Нирваны, которая обладала предельным жаром, никакая другая сила не могла бы защитить от этой ледяной мощи. Сюся, которая все время скрывала свою силу и ждала возможности использовать ее, наконец сделала свой шаг. В тот момент, когда она выполнила ее движение и показала свою истинную силу, ей удалось запечатать Него во льду, прямо на месте в одно мгновение. Если бы Него не недооценил этих девушек, которые не были врожденными, он не был бы побежден так быстро и так жалко. Сильная замораживающая способность Сюся сделала ее обладателем самой сильной способности, мгновенно убивающей любого врага. Она отступила на несколько шагов назад и посмотрела на Него, который был запечатан во льду. Ледяной змей-демон, который смотрел на Него, как хищник на добычу, размахнулся своими двойными клинками и легко прорезал лед и с ним грудь Него. Позади него была также принцесса Цань-Цань, которая продолжала выпускать свою силу белого тигра. Божественный меч в ее руках сверкнул и произвел меч ци, который мог расколоть небо и землю. Он казался очень быстрым и очень медленным в одно и то же время. Именно это и мелькнуло в мыслях Него, прежде чем он в глазах у него померкло. Божественный меч произвел движение меча, столь же прекрасное, как метеоритный поток в ночном небе. Этот красивый пейзаж и мелькнул в глазах Него в его последние мгновения. Последние мысли Него были определенно неблагодарностью за прекрасный ход меча. Это было удивительно, что сила сущности в его теле, неуязвимом для льда и огня, действительно смогла быть запечатана во льду. Раньше никто не успевал запечатать его силой во льдах. Однако это было не потому, что его сила была неуязвима для льда, просто он не встретил того, кто обладал бы истинной силой замораживания. К сожалению, он узнал ответ слишком поздно. У входа в проход его два товарища, врожденных 5го уровня, выглядели остолбеневшими. Они не могли поверить своими глазами. Это было просто более невообразимо, чем Фэн Шэнь Ши, призвавший двух сороконожек небесной области для убийства своих людей. Него обладал силой сущности и был вторым после Хуан Ша, имея непобедимое тело. Однако его на самом деле так легко убил человек. Более того, его убила женщина, которая еще не достигла врожденной области. Глава 349. Воскрешение. Два великих лидера небесной области. Если бы Сюэуся не обладала мощной замораживающей силой, или если у принцессы Цань Цань не было божественного меча императора тюрьмы, им было бы невозможно убить Него так легко. Конечно, самым важным моментом было то, что Него никак не ожидала, что его убьют несколько девчонок, которые даже не были врожденными. Его сила сущности, неуязвимая для огня и льда, сделала его тело почти бессмертным. Никогда Него не думал, что его жизнь закончится так трагически. Запечатанный внутри блок льда, он не мог продемонстрировать свои сильные способности. Ему даже не удалось побороться до того момента, пока он не был убит божественным мечом, оружием с мифическим рангом. Его два врожденных товарища 5го уровня были в панике. Они также не смогли своевременно отреагировать из-за шока. Внезапно они почувствовали надвигающуюся угрозу. Инстинктивно они подняли глаза и к своему удивлению обнаружили каменную медузу, нацелившуюся на них своим луком и стрелой. Помимо медузы горгоны там были также штормовая русалка, громовая нога и ледяной змей-демон. Все они аккумулировали свои силы и смотрели на них, как хищники, следящие за своими жертвами. Опасность. Эти звери определенно не были нормальными животными. Если атака этих хищников получится, то они могут даже разделить судьбу него. Богомолжнец летел в небе, готовясь атаковать в любое время. Однако, в глазах этих воинов Небесной области, Богомолжнец был самым слабым атакующим. Зверем, который их заставлял чувствовать себя неуютно и нервничать, была девушка со свежей цветочной короной на голове. У этого человекоподобного зверя, хотя они не знали, может ли она говорить, глаза казались разумными. Она определенно была священным зверем. Два воина Небесной области не знали, как зовут этого зверя, но они увидели, как эта девушка-цветок, которая выглядела невинной снаружи, мгновенно убила гигантского зверя-загрязнителя платинового ранга 8го уровня своей ужасающей силой. Эта девушка, которая была прекрасна, как свежие цветы, определенно была не из тех, с кем было легко иметь дело. Она была чрезвычайно сильной. Даже мехозверь, что разрушал все на своем пути, мог только умереть от ее рук. Мехозверь не смог ничего с ней сделать. Если они решили бы сражаться против нее, они действительно не знали, какого зверя вызывать, чтобы противостоять ее навыкам. Это был первый раз, когда два воина Небесной области всерьез посмотрели на своих врагов и внимательно наблюдали за навыками противников. Им казалось, что не было нужды бояться девушки, которая выглядела так же нежно, как вода, тот, который вызвал зверя штормовые волны. Она была самым слабым человеком здесь. Однако эта девушка стояла рядом с другой девушкой, которая продолжала неустанно заряжать свет Авроры в ее руках. Следовательно, у них нет выбора, кроме как избегать ее. Они определенно умрут, если их ударит светом Авроры. Что же касается двух девочек, той, что была с божественным мечом и той, с сильным замораживающим навыком, с ними было определенно сложнее справиться. Если бы они не были осторожны, инцидент с мгновенным убийством, вероятно, повторился бы снова. Теперь они, наконец, поняли, почему тот другой человеческий мальчик с ненормальными способностями мог уйти так легко, совершенно не беспокоясь о безопасности своих товарищей. Такого поворота событий они никак не ожидали. Оказывается, им действительно не стоило недооценивать этих девушек. Если они продолжат недооценивать этих девушек, результат будет очевиден. Хорошим примером был Него, чье тело все еще было заморожено на земле. Пойдем. Эти два воина небесной области предпочли бы сразиться с этими двумя сороконожками, чем с этими врагами. У всех зверей и людей была возможность убить их мгновенно, было неразумно начинать с ними борьбу. Кроме того, в запечатанном пространстве не хватало места для полного использования их способностей. В тот момент, когда их враги выпустят свет Авроры, они даже не смогут избежать его. Они могли только встретиться лицом к лицу с этой атакой, и именно так Него встретил его трагический конец. Водная атака. Сеуся сделала движение рукой. Если эти два воина небесной области решили сразиться с ними до смерти, даже если их собственная сторона, вероятно, победит, им потребуется много времени, чтобы убить двух врагов. Они должны полностью пересмотреть свой первоначальный план сражения. К счастью, их мгновенное убийство только что испугало этих двух воинов небесной области. Они решили не начинать атаки, а вернуться во второй зал. Это был поворотный момент их битвы. Поскольку их враги решили отступить, их следующий шаг будет очень легким. Штормовая русалка подула в свою штормовую раковину и вызвала бурный дождь. Зверью июй, штормовые волны, добавил мощи и выпустил огромный поток, создав огромное течение, которое вымыло все во втором зале. Не имело значения, были ли это сороконожки небесной области или воины небесной области, они определенно умрут в этом огромном потопе. Говоря о водных боях, медуза Гаргона, штормовая русалка, громовая нога и ледяной змей-демон были экспертами по воде.